Тихоныч, начинайте по всеми поклонным началом. 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 Матерь Бога нашего, счастнейшую Херувима, славнейшую воистину Серафим. Тихоныч, начинайте по всеми поклонным началом. Тихоныч, начинайте по всеми поклонным началом. Создай в имя Господи, помилуй меня. Бесчастовец и грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Царь небесный, утешитель, дух истины, вездесущий, весь мир наполняющий, источник благ и податель жизни. Приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверной, и спаси благие души наши. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святые, посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш, насущий, подавай нам на сиденье, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и Силы и Слава во веки. Аминь. Встав после сна, мы преподаем к стопам Твоим благе, и ангельскую песню возглашаем Тебе, сильный. Свят, свят, свят ты, Божий, молитвами, Богородица, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, с постели от сна Ты поднял меня, Господи, умы, просвети сердце. И открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица, свят, свят, свят ты, Божий, Молитвами, Богородица, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков, аминь. Внезапно придет судья, и деяния каждого обнаружатся, со страхом воскликни в полночь. Свят, свят, свят ты, Божий, молитвами, Богородица, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков, аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Божий, не прогневался на меня ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие, и поднял меня спящего, чтобы пронести Тебе утреннюю молитву, и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, разумевать заповеди Твои, и исполнять волю Твою. И открой уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, воспевать Святейшее Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков, аминь. Придите поклонимся Царю нашему Богу. Придите поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Владимир Псаломыч, читай, будь добры. 85-й Псалом Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я благовею перед Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвеселись душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Ибо Ты, Господи, благ и милосердь и многомилостив ко всем призывающим Тебе. Услышь, Господи, в молитву мою, и в нем ли глаз умоление моего? День скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня. Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все народы Тобой сотворенные прийдут и поклонятся перед Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты, Боже, един Ты. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и славить имя Твое вечно. Ибо велика милость Твоя ко мне. Ты избавил душу мою от ада преисподнего. Боже, гордые восстали на меня, и скопивши мятежников ищет души моей. Не представляют они Тебя перед собою. Но Ты, Господи, Боже, щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Призви на меня и помилуй меня, даруй крепость Твою рабу Твоему, и спаси сына рабы Твоей. Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня. Основание его на горах святых. Господь любит врата Сиона, более всех селений Якова. Славное возвещается Тебе, град Божий. Упомяну, знаешь, меня о Раве и Вавилоне. Вот филистимляне и тирцы Эфиопию скажут, такой-то родился там. А сегодня же будут говорить, такой-то и такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его. Господь в переписи народов напишет, такой-то родился там, и поющие и играющие, все источники моих Тебе. Господи Божий, спасение моего, днем вопию и ночью перед Тобою. Да внеет при лицо Твое молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу, я стал как человек без силы. Между мертвыми брошены, как убитые, лежащие во гробе, о которых Ты уже не вспоминаешь, и которые от руки Твоей не отринуты. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну. Отяготела на мне ярость Твоя, и всеми волнами Твоим Ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Я заключен и не могу выйти. Око мое истомилось от горести, везде не обзывал к Тебе, Господи, простирал к Тебе руки мои. Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые станут и будут славить Тебя? Или во гробе будет возвещаема милость Твоя, и истина Твоя в месте тления? Разве во мраке познают чудеса Твои, и в земле в забвение правду Твою? Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя. Для чего, Господи, отреваешь душу мою, скрываешь лицо Твое от меня? Я несчастен и истоеваю с юности, несу ужасы Твои и изнемогаю. Надо мною прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили меня. Всякий день окружает меня, как вода, облегает меня все вместе. Ты удалил от меня друга искреннего, знакомых моих не видно. Слава! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песнь спаси, и, преподая к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мною, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день, Христе Божий, и спаси меня. Владыка, человек, олегче встал, после сна я спешу к Тебе, и по милосердии Твоему принимаюсь за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения, и спаси меня. И введи в Царство Твое вечное, ибо Ты, мой Творец и источник, и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости, и по великому Твоему милосердию, Ты дал мне работу, и в прошедшее время этой ночи провести без напасти всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего. Удостой меня при свете Твоей истины с просвещенным сердцем исполнять волю Твою ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, Сидержитель, Божий сил, бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущий, озирающий долы земные, наблюдающие сердца и помыслы, и ясно ведающий тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам пригрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа, и даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу сдать каждому по делам Его. Да найдет Он нас нележащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанный галаша торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего, ибо Ты истинный свет, просвещающий и освещающий весь мир. И Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святой Ангел, подставленный блюстимую бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня, грешно, и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону починить меня себе под средством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел, Божий, Хранитель, покровитель бедной моей души и тело, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения уражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня как Господа, чтобы Он твердил меня в страхе своем и садил меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Пресвятая Владытица моя Богородица, святыми твоими всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного и несчастного раба твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения и все скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего. И погаси пламень страстей моих, ибо я нищий слав. И избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений. И освободи от всякого злого воздействия, ибо ты благословенна от всех родов и твое предчистое имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии. Владимир, Игнатий, Сергий, Андрей, Надежда, Роман, Ольга, Янис, ибо мы усердно к вам предвигаем как скорым помощником и молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, ибо ты родила спасителя души наших. Спаси, Господи, людей твоих, благослови принадлежащих тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, и сохраняя силы креста твоего, церковь твою. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшку Иоакима, родителей, братьев, сестер, родственников, мочальников, благодетелей, всех близних моих и друзей и всех православных христианам подаем твои земные и небесные блага. И лиши их милости твоих, простите их, укрепи силой твоей дары им спасения души, ибо ты благ и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христианам. Прости им все и грехи вольные и невольные, и дару им царствие небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов твоих православных, отцев, братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечна. Воистину достойно прославляю тебя как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную, Матерь Бога нашего. Мы величаем тебя как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи. Иисусе Христе, Сыне Божий, ради молитв причистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Боже наш милостивый Отец, помилуй сына моего Константина, за которого я смиренно молю тебя и которого предаю на Твое попечение и защиту. Вложи в него крепкую веру, научи его благоговеть пред Тобою. Удостой его крепко любить Тебя нашего Создателя и Спасителя. Направь его, Божий, на путь истины и добра. Чтобы он все делал, во славу имени Твоего. Аминь. Молитие сигнал тихо 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 Вениамина Агафангела скиноши скиноши скищин и высшие истинные служители миссионерок, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, и буддистам, и нам дальше священника, если угодно тебе. Смири власть и воинство их наведи страх твой на них и сохранив их покушение на них, дабы издавали мудрые законы, ибо сначальствующих будет строгое взыскание на суде Божьем, дабы они дали возможность достойно проводить жизнь, дабы было из чего уделять нуждающимся. Красив отца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена и Амана, и дабы мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и мужчина сценить это мирное время, приготовь земли к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную по предсказанному пророками. Аллилуйя! Слава тебе за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться и обнаружить и умножить таланты, дарованные тобой, и для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас и в этот день от всякого рода зла и греха. Спаси и помилуй нас соселения от пожара воров нечистой силы живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серапима, Владимира, брати на путь спасения. Дай ему веру твою святую. Спаси сердце. Людмилу, Любовь, Владимир, Алексей, Иосиф, упрещи добрых жителей, знающих тебя с детьми и сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алиптину. И расширь пределы общим через благовестие, через слово, распространяемое тобою. Спаси и помилуй Валентину, Надежду, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Рахиль, Езбро, Екатерину, Екатерину, Галину, Сергея, Сергея, Александра, 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 все и помилуй Господи. Водри на угрозы врагов, на их злобу, коснись их сердца, умягчи их, не дай им погибнуть в злобе, Александра, Александра, Виктора, Сергея, Евгения, коснись, и в судный день не помяни их безумия и клеветы, Аллилуйя. Посети благодетели наших воздаем добро, приведи к вечному спасению, Елену, Людмилу, Меонима, Евгения, Наталья, Надежда, Юрия Слепанова, всем помогавшим в издании книг и поездки. Спаси нас и помилуй. Избави от пьянца Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игона, и найди все наше родство, обратив их, Ильдакея, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Господи, посети болящих, дай силу все перенести, не возраптать, и пошли мы в исцеление. Валерия, Элариона, Кирилла, Владимира, Виктора, Любовь, Тамару, Валентина, 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 Татьяна, 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 Анна, Александра. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов. Слава Тебе, ибо все в свое время окажется на поле. И это наше сокровище в интернете. Сохрани их книги, здесь их пути. И трудящиеся, благослови Игоря, Юлия, Димитрия, Виктора, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Валентина, Димитрия, Вячеслава, помилуй. Если это от Тебя устроит встречу, беседу с Алексеем, и через него сотвори нужное, необходимое в этом деле, посети, преследуя его. священников, священников, Владимира, Андрея, и Глебу, не дай погибнуть, отчаяться. Спаси нас, Господи, и помилуй путешествующих, Раису, Льва, Виктора, Виталия, благослови, романа, изба, духа лжи, ожесточения, и помрачения ума. Виталия, Никифия, дар и духовное рождение свыше и ревность в деле Божьем. И нас, помилуй, милости Твоей, я ради. Слава Тебе, Божий наш, благослови Максима, восставшего за истину, дай ему крепость и силу. Туда, в небо, веди Твоих героев, Господи, как сказал пророк Иоиль. Аллилуйя. На помощь Твою надеюсь, Господи. Поспеши на помощь, дабы не впасть в безнадежность никому. Аллилуйя. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас и найди падших отступников, Николая, Михаила, Александра, Юрия, потерявших православную веру. Не дай им погибнуть в непрощении, ожесточении. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, слава Тебе наш Бог и Егова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваок, вся земля полна славы его, аллилуйя. Слава Вышний Богу, на земле мир, человека благоволение. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, когда дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой, ожидание судьбы, да, Божия. Аллилуйя. Благодарю, Господи, за тот день, который дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов и на каноны церкви, как необходимое. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога Нашего, спаси нас молитвами своими и воздай милостями помогавшим нам в поездке. Благостоя Павла, Зинаида, Владимира, Семейского, Валентина, Екатерина, Надежда, Людмилу. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Благодарю тебе, мой мой ангел, сколько лет ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Прошу тебя, не покиня в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам, страшным и непонятным. И веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать и быть во всем экономным, дабы было из чего уделять нуждающимся. И каждому дару жилье Сергея Гавриила. Святитель Христов Никола, моли Бога о нас. Да укрепи Господь народ свой, дабы не страшиться ни царей, ни начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. И укрепи Максима и всех восставших на истину, этого Алексея. Обрати в святую православную веру. Молите Бога на святые пророки Божии. Илья, Елисея, Нух, Моисея, Самуил, Ааром, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Езра, Нееми, Амос, Наум, Истая, Иеремия, Варух, Идетиль, Осия, Иаиль, Агей, Сафоня, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отропе, Пророк Михей, Авраам, Исаакьяков, Да исполнит Господь Духом пророческим Церковь Свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застав нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными или добрых дел, с отделанных Духи Святом с любовью. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, хирургимы, и сирокимы, все небесные силы, крестолы Божии предстоящие, святые апостолы, и Петр, и Павел, и он, где лист, и Матфей, и Марк, и Лука, и Иоанн, да дарят Господь жажду исследовать священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Спаси, Господи, и помилуй нас, защити. Молите Бога о нас, святые мужчины и мученицы, Игнатий Богоносец, Падыкаповский, Мирский, и Устиньки, и Горсов, Касмай, и Дамиан, Андрей Стратилат, и Ирон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий Камедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников, Сарь Николаевский, то есть царское семейство, Владимир, Леонид Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял на чертание зверя Антихриста. Анфиму, Вениамину, дай веру у старших родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Анасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарик, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серафим Саловский, Иоанн Собольский, Иоанн Кронштадт, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай и Макарий, Алтайский Пиларет, и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной двери, а замосте ретюков в ничто преврати и развеи, дабы не соблазняли людей. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла первомущеница, Сапатина Самаринина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь Софии, Наталья Адриан, Варвара Екатерина Перекретуя, Татьяна Ирина, Ольга Елена Нина, Мария Магдарина, Мария Египетская, Прескилла Акилла, Андрорик Июня, Екатерина Устина. Да дарует Господь послушание, молчание, Соломудрие, Стыдливость женам и девам, И сохрани хостяческого поругания, Исправь непокоривость Галины, Семейства и Евгении, Надежды, Надежды, Светлана Марии, Раиса, Раиса, Поверь, Елена, Людмила и Анна, и прими нашу молитву, воздяяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное, перед престолом благодати Твоей, Господи Божий наш, Милосердный Создатель, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле, всемогущий Создатель, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас, во благо нам. Дивно наш, любящий Отец Небесный, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них, спаси их, Господи Божий наш, спаси и помилуй, и сохрани. Аллилуйя. Говори, Господи, владыка, слушает и дослышит раб Твой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Аминь. Господи, Владыка живота моего, Дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия и сребролюбия. Душа целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, Еже не осуждать и брата моего, якоблагословенный си вовеки веку. Аминь. Боже, очисти меня грешного и помилуй меня. Боже, будь милостив ко мне грешным. Господи, слава Тебе! Благодарю Тебя за все Твои милости и щедроти. Господи, прости мои согрешения, вольные и невольные, в уме и в помышлении, в водне и в ночи. И во все дни жизни моей, прости, помилуй и жалься, ибо Ты благо человека любишь. Ты умер за нас, Господи, и провел причистую кровь. И только через жертву Твою мы имеем доступ к благодати. Господи, да не будем постромлены на суде Божьем, когда откроются все тайны и помышления, и слова и дела. Перед всей вселенной прости, помилуй, ибо за грубом нет покаяния, пощади, исправь. Господи, Владыка живота моего, Дух праздности, уныния, любоначаля, празднословия, серебролюбия не дашь. Душа целомудрия, смиренно мудрия, Терпение и любви даруй мне рабу Твоему, Ей, Господи, Царю. Даруй мне зреть и моя прегрешение, Ежене осуждать и брата моего, Яко благословим веки, во веки веков. Аминь. Доброе утро всем. Я вчера об этом говорила, чтобы вы другим сообщили, что утром и как прийти, как на занятия приходят, так и сюда, в какое время рассказать, сослась на какой-то ролик. Мы каждый день выставляем наши молитвы на нашем Ютубе во свете Библии открытым оком. Но вот сегодня они нету, даже, кажется, меньше, чем вчера было. Я никому вчера не сообщал об этом, потому что перегруз идет, я едва-едва успеваю. Начинаю в два часа где-то, в третьем и в 4.40. Все стоят, я еще не окончил, сегодня даже не мог снять замки с уже закачанным. Один ролик закачиваю, интересно, вчера. Один и тот же. Два раза закачал. Система говорит, такой ролик уже есть. Но как он есть, когда беседа была только день перед этим. Все на глазах. Но я его ставил, и он мне не понравился. Одна запись была на свой видеоаппарат записал, а другая автозапись. На аппарате не видно меня, я в уголке там где-то чуть-чуть. А этот делит пополам, и видно, как мы беседуем. И звук лучше. Я решил то убрать, а поставить автозапись. Видимо, система сохранила это в себе, что я его убрал. Но они разные по объему. Ну, а фактически-то это один ролик получился. Человек был один, там, кажется, из Белоруссии. И вопросы там задавал о покойниках и прочее. Я его еще раз на ночь закачал, но перегрузки в это время компьютеру не давал. Он опять выбросил. Три раза я закачивал его, и три раза он выкидывает. Это уже есть. А этого нету. Она обманывает система. Ну, что-то у меня тут... Ролик-то не такой большой. Вот. Поэтому выше. Теперь, я об этом говорю, вы постарайтесь запомнить. Вот о чем говорили сегодня. Как бы задание. Оповестить родных и близких и всех. Положено, если с системой 24, 24 человека должно быть. Время-то уходит. В воскресенье мы не собираемся, запомните. В воскресенье, утром мы уходим в храм. Утренняя молитва здесь будет только кратко. Здесь и 100 поклонная, и все. 100 поклонов мы всегда делаем. Со своими... Ну, какие просьбы есть, так же идет. Так, я выставляю материалы, но как вы их увидите или нет? У меня вот сегодня скилл материалы Максим Степаненко. Он много лет был как руководитель миссионерского, называемого миссионерского отдела Томской епархии. И он однажды озвучил, как по Писанию называется, женщиной, которая без мужа отдельно наживает детей. А на него напали. Еще напали. Ты словарь возьми отца Григория Дьяченко-то. И сфотографировали, все это показали. Слово блуд, можно сказать. А которое женщина творит, это блядь называется. И там все так и написано. Это не ругательное слово. Это путана, блудница, прелюбодейка. Ну, женщина легкого поведения, ночная бабочка. Это все можно сказать. А блядь запрещенное. Ну, вот так у людей сложилось. А блуд ли, блядь, это одно и то же слово. Оно совершенно цензурное. Как на него напустились? А архиерей его сразу и скинул. Но я когда узнал об этом, все посмотрел, проверил, отозвался об этом Максиме. Какой он, как выглядит, что мне в нем не нравится. В галстуке там борода какая-то, не поймешься. Видно, что стрижется. И он сразу же выступил и говорит. Все, больше бороду не трогай, галстук долой. Представьте, руководитель миссионерского отдела епархии и приезжает в Потеряевку и принимает крещение в озере полным погружением. Это чего-то стоит. И вот когда напали на отца Владимира Головина, ну, кто тут нападает? Там Дворкин, там. И выступает разно. Вот я молюсь Алексея, это шахматов Алексея, это журналист один, блогер, как называют, кто он еще. Но он неверующий. Сам о себе говорит неверующий. Там он беседует с Владимиром, безрухавка на нем специально, видно, сделал. Человек-то умный. Весь наколотый, синий. Ну, это можно было скрыть, но он афиширует это. Далее узнаю, сейчас пишут, у него четвертая жена и больной ребенок. Ну, что спрашивать, если четвертая жена. Он говорит, и людям нравится, и вывели на меня его. Но он решил там посмотреть и смотрит, что, которые пишут отрицательно. Я вчера посмотрел, там есть такие обличитель или Христов свет. У него я просчитал, против меня 72 ролика уже составлено, 72. Вот на саде Владимира, на Ткачево ни одного ролика нету, чтобы их там. А это именно огонь горит, там вопли и зада раздаются, там сатанистом меня называют. Другой там посмотрел вчера, кажется, 40. Обличитель Лапкина называется. Он ничем не занимается. То есть мне очень большие силы. Там священник Бирюков Сергей начал, вот Синицкий, ролик за роликом. А там целый коллектив огромной работы, там масоны. Заказ масонства Великобритании. Это мне журналист один сказал, Черников Александр Тихонович. Написать, что платят деньги за это большие. То есть, ну, сатана лютует. И показывает новые и новые люди, которые ничем не занимаются, составляют ролики из моих материалов. А чего же не брать-то, когда у меня практически уже, ну, вплотную, 14 тысяч с половиной видеороликов. С 14 тысяч с половиной. Ну, вы, мастера, посмотрите, у кого есть еще столько. Посмотрите. И чтобы было столько книг. 38 в бумажном варианте, да еще 7 томов в интернетной. Ну, голыми руками брать можно. Но Господь милует. Много нападок, но и много молящихся за нас. И поэтому специальные книги Дворкину там дали на рассмотрение. Там собирается рождественское чтение, там выступление мне прислали, аудио. Там обращаться к митрополиту. Митрополит за нас. Они не знают, что к Новопашину. Новосибирск, который там вот громит отца Владимира Головината из Болгара. Вот. И тени отмещают. Дудин выступает. И он прям сожрал бы меня живьем. Трусливый. По такие подлости делает. Ворует ролики там, взламывает. Ну, не выскажет, что делает. А нормально, священник. Руки в алтаре поднимает. Ну, изменники. Хорошее отношение было, хорошие ролики. Все, теперь убирай, убирай. Потому что ему там на 100 рублей зарплату дали выше. На место Максима поставили, Степаненко. Начальствуйте отделом, который не должен существовать. Он не должен существовать. Потому что отделы миссионерские нельзя составить. Я сегодня эти материалы... Три больших материала Максим приготовил по Владимиру Головину. Но он объемно взял. Говорит не только о нем, а именно о смерти миссионерства в России. О потерявших делах, что они делают. Этот восстал, ну, как Андрей Кураев когда-то. Они между собой как будто там это не ладились. А сейчас как раз в одной упряжке. И Максим восстал. И мне пишет, говорит, Марьясов Александр, то он ваше все принял. Он же против был, воевал, все принял. Он не считает там что-то... А вот именно в этом вопросе. И вашими словами и все берет. Не знаю, но беседы-то были. Но я вижу, что... Ну, мое он. Мысль моя. Берет он. Но здорово он их там крошит на мелкое. В мировом масштабе. Это вот как поездка была у Антона Павловича Чехова на Сахалин в заключенном. И как это рассматривает Александр Исаев Солженицев в архипелаге ГУЛАГ. Вот примерно я могу с этим только сравнить. Капитально. Ну и ясно дело, что это патриарху будет известно. Они сейчас все силы бросят на Максима. Прошу поддержать. Молитва. И этого Алексея Шахматова. Он до меня еще не дошел. Но, видимо, у него опыт очень большой. Он чувствует что-то не то. Трясет уже там, говорит. Трясет он. Это мне уже сообщают. Новые люди, которые ему говорят. Название какое хочет дать? Миссионерство мирское. Вот вроде такое что-то там. А ему говорят, зачем же ты позоришься-то таким названием-то? Ты возьми другое. Открытым оком. Или во свете Библии назови. Тебе именно так будут отвечать. Ему сейчас вопросы готовят, которые он мне задаст. От Алексея Шахматова. Вопросы. Вышли на него там с Бугуруслана Александра. Я его фамилию даже не называю. Большие прям послания пишет. Видимо, тоже читает Шахматов. Так что тут новая компания разворачивается. Чтобы Шахматов правильно задал вопросы. Какие ему вопросы сейчас подкидывать, чтобы он мне их дал и я озвучил их. А я-то знать не знаю, какие. И мне говорят, вы нам вопросы составьте, а мы ему кинем. А я нет, я говорю. Это ни одного дня работа. Дальше будут говорить, Игнатий вам за ниточки удергал, как зомби. А вы тут делали. Я слова вам не сказал, ни одному. Ну, вы же лучше знаете проблемы церкви. Проблемы, я, во-первых, не принимаю слова. Нерешенные задачи, вопросы. Делайте сами. Если нет, значит, отойди в сторону. Ты что, не видишь, что делается-то? Как перейти дорогу правильно? Вот мне говорят, ну, избрали бы вас президентом. Какие бы указы издали? Ну, первый указ мой был срубить все до одного лежащих полицейского в стране. Убрать все до одного. Сколько беды из-за них. Это не знаю, там, может быть, в сотни или в тысячу раз больше, когда их не было. Везде налепили, день иной. И не освещение, ничего. Ночью прыгает машина там и ломает все. Я ездил, знаю, 120 тысяч километров за плечами. Вот это я уже для смеха говорю. А как, а был бы патриархом, чем занялись? Ну, первый указ бы издал сразу. Прекратить строительство храмов, часовен, все. Везде и всюду все заморозить. И где брали долги, кредиты, все немедленно выполнить. Отдать назад, чтобы церковь была свободная. А дальше открыть училище. Примерно тысячу новых училищ. Научить любить Библию, Слово Божие и Христа. И это все, что я сказал, сделать патриарх можно сделать в один день. Но я патриарх, поэтому меня слушайтесь. Ну, я смеюсь, а они умирают от страха. Опять на себя, я, 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 я. Умирают. Ну, есть, что показать. Говорит, хвалится. Так есть, чем хвалиться-то. Я вас не побоялся один. Да я не один. Со мной Господь. Я сейчас кое-что засчитаю. Мой ответ, как бы, к Максиму Степаненко. Ну, неудобное вам не видно. Если пожелаете, я могу где-то в другом месте скинуть. Какие слова увеличены, как. Вот. Это утренние наши посиделки. Не вечерние, а утренние. Запомните, у вас на первом месте задание. Всех оповестите, кого можете. Придут, не придут, это их дело. Идите и зовите по изгородям, за плетнями, в канаве. Везде ищите. И скажите, вот тут. Нет, значит, пускай смотрят, которые записи идут. У нас записи ведут. Записи. Я не знаю, здесь ли нет. Я плохо тут вижу. Борис Семенович, здесь или нет? Нету его. Если его нету, ему сообщить надо. У него записи самые хорошие. Непрерывные. Я тоже веду автозапись. Но у меня объемом они больше. Тоже хорошие, получается. Но объемом больше. У него меньше. А мне заказчика, я их стараюсь сам закачивать. Посещаемость, ну, разная-разная. Большая-малая. Самая малая посещаемость на изучение Евангелия от Марка. Нету. Нету. А там я показал, как, ну, что-то такое, там, кошек кормлю или сам обед готовлю. Полторы тысячи просмотров. Ну, народ-то, вот, по неволе вспоминаю все время Владимира Больфовича Жириновского, когда он говорит, в Санкт-Петербурге больше голосов отдали за Ксению, сообщащим за него. У нее же ничего нету, кроме, она шлюха, говорит, там, это. Ну, он все говорит своими словами, он смелый человек-то. Ну, у меня программа есть, столько лет, все-таки стараемся что-то как-то за людей сказать. У нее ничего нет, у народа какой. Ну, он прав в данном случае. Ну, что-то может, то ее пьяный несут, то она там скандалит, то она к священнику звонит, и ты пошел бы со мной переспать. Даже до уровня дуры не назовешь того, кто так это говорит. Кто так говорит? И кому? Дмитрию Смирнову. Посмотрите на его. Ой-ой-ой. Ну, вот это наша обстановка такая. Сейчас я, не отходите, сейчас посмотрю, где у меня тут. Ой-ой-ой. Так, это не то. О, ага. Ну, это я все в события дня включу. Мой ответ сейчас хочу показать Степаненко. Я отвечаю. Максим. Максиму я отвечаю. Игла. Лазбалл Большой Бобко. Игнатий Лапкин. Мы рады, что Господь услышал наши молитвы о том, чтобы Он, Бог, Сам нашел того, кто из их среды восстанет за поруганную славу Божию. Из Итииля 23, 36. И сказал мне Господь, Сын Человеческий, хочешь ли судить о голую оголиву, выскажи им мерзости их. Максим, вы в наших семикратных стопоклонных молитвах были днем и ночью. Псалом 118, 164. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Мы благодарны Богу и рады с вами, что вам доверил судья Грозный, именно вам, дорогой наш брат Максим, эту пророческую миссию. Из Икииля 20, 4 стих. Хочешь ли судиться с ними? Хочешь ли судиться, Сын Человеческий? Выскажи им мерзости отцов их. Вон куда надо смотреть. До митрополита Сергия Острогородского и туда дальше. Ибо случилось то ужасное, чего нельзя было не видеть и невозможно терпеть. Осия 2, 2. Судитесь с вашей матерью. Судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяния от грудей своих. Дабы я не разоблачил ее до нога и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустынею, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждаю. И детей ее не помилую, потому что они дети блуда. Церковь блудит с мирской властью. Все везде. Вот сделать это, то другое. Там ходят, лбами тыщутся в иконы. Это блуд называется. Все по-мирски делают и выступают. И как будто завхоз какой-то выступает там человек. А должность-то большая, самая большая в церкви. Ибо блудодея сломать их, я срамила себя, зачавшая их. Ибо говорила, пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки. Зато вот я загоражу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих. И погонится за любовниками своими, но не догонит их. И будет искать их, но не найдет. И скажет, пойду я и возвращусь к первому мужу моему. Ибо тогда лучше было мне, нежели теперь. То есть речь идет, конечно, о церкви. Тут многое можно сказать. Что говорил Александр Нежный в журнале Огонек. Там беседовал, беседа, председатель при совете министров был. Вот об этом он говорил. Потом с председателем КГБ Крючковым, у него близкие отношения. Что архиереи все 100% завербованы с Крючками. 100%. Андрей Кураев как-то выступил. Ну да, я тоже там был, но я не молчу. Выступил один только архиерей, сознался хризостом. Он был иркутский, а потом стал в Виленске, в Литве. Который рукополагал отца Геннадия Яковлева, Григория, которого Кришнаид голову отрезал. Я добавляю, можно было бы еще добавить, что миссионерские отделы Бог никогда и нигде за всю мировую историю не создавал, а посылал подвое и только подвое. Матфея 11,2. Загибайте на пальцах. Иоанн же услышал в темнице о делах Христовых, послал двоих защитников своих. Ну почему ни одного? Почему ни толпой? Двоих. Почему ни отдел послал? На пальцах загибайте. Раз. Деяние 19,22. И послал в Македонию двоих, и служивших ему Тимофея и Ераста. Сам остался на время Васи. Сколько? Это второй раз. Третий. Марк 6,7. И призвав двенадцать, Иисус начал посылать их по два. Иисус начал посылать их по два. И призвал двенадцать, начал посылать их по два. И дал им власть над нечистыми духами. А когда в куче, ничего не дал. А по два дал. Чего непонятно-то? Лука 10,1. После всего избрал Господь других 70 учеников. Вот там по два двенадцать, это шесть миссионерских отделов, если угодно так называть. Здесь избрал других 70 учеников. Это называется апостолы малое. И послал их по два. И послал их по два. И послал их по два. Перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. Сколько делов? 70 на два. 35 миссионерских отделов. По два. Помощников может там быть теперь много, помогать деньгами. И возница, шофер по два. Павел был с Варнавой двое. Но возник конфликт, и забросивший их от Марка. И снова Павел избирает вторую силу, и не более того. Деяние 15,37. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии, и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Слава Иисусу Христу! Ну, живая? Ждем тебя, сестриса. А? Ну? Да, никак. Так, все, скажи, категорически запрещается, даже не говорить об этом. Все. Никаких поездок, разрешений никогда не говорится. Запрещается категорически. На меня только выйти должны. Но не по телефону. По телефону, чтобы не звонил больше. Потеряевку им надо. Так. 29 стих. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. У Павла огорчение. А он говорит, подражайте мне, как я Христу. А Христос как? По двое. 12 по двое, 70 по двое. И Варнайло взял Марка. Сколько? Два. И отплыл в Кипр. Сколько? Два. А Павел избрал себе силу. Павел и Сила. Сколько? Сила это имя. Отправился, быв поручен братьям благодати Божией. По два. Вот считайте, сколько раз по два. И проходил Сирию и Килики, утверждает церкви. Остальные лишь как обслуга. К месту вспомнить Кирилла и Мефодия. Моисея и Аарона. Можно создавать отделы, содружества, организации. Самые различные. Разные и всякие. Кроме миссионерских. Эта прерогатива принадлежит только Духу Святому и только двоим. Не случайно, святой Иоанн Златоуз говорит, что книгу «Деяния апостольских» нужно было и правильнее назвать «Деяния не апостолов, а Деяния Духа Святого». И нам Бог доверил совершить миссионерскую поездку по странам Европы, Скандинавии и Азии. И только вдвоем. Не считая шопера и собаки урагана. Прошли мы 120 тысяч километров. Три раза обошли земной шар по экватору. Сделали подарки примерно 35 миллионов рублей. Нашими книгами и священным писанием в 650 городов и районных сел. Вот такое я скинул Максиму. Ну, не знаю, там все остальное я ему сказал, а вот это как пройдет. Ну, надо, чтобы остальное он пересмотрел у себя. Но то, что он восстал, и у него большие материалы. Я могу сейчас назвать, какие он выставил сейчас. Вот, Степаненко. Минутку. Называется так. Почему церковь накрыла бесовская волна грызни своих своими же? Я не знаю. Вы сами посмотрите или мне зачитать вам? Зачитайте многие книги, прочитайте. Хорошо, слушаем. Это Максим мне сбросил, мне, в мой мир. А я думаю, это все от того, что он принял правильное крещение, не побоялся должности своей и принял крещение. Почему русскую православную церковь накрыла бесовская волна, ожесточенной грызни своих своими же? Когда на человека обрушивается именно раздраженная, озлобленная критика, а не попытка евангельского братолюбивого вразумления? Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенными. То есть в то же самое впадешь. Галатам 6.1 Пенять человеку, который подвергся репрессиям и астракизму, мол, сам виноват, можно только при очень недалеком уме. Причину нужно искать в самой системе русской православной церкви. Люди прошли обучение в рамках системы с большой буквы. Постоянно читают системную литературу ЖМП. Это журнал Московской Патриархии, а там был главный Петерим, митрополит. ЖМП, а люди переводили жалкие мысли Петерима и публикации системы в интернете. Они долгие годы служили в системе, добились успеха в ней. И вот они сломались. И оказывается, это их вина, а идеальная великая система ни при чем рассказывать эти сказки неофитам, идеалистам и людям с мышлением средневековых холопов. Попытаюсь ответить, каковы системные причины самой грызни и травли церкви. Какие доводы можно сделать? А выводы? Какие выводы? А выводы, которые напрашиваются сами, крайне печальны. Мы верной дорогой идем к своей очередной катастрофе 1453 год, 1917 год, 2117 год, он показывает под вопросом, 2117 год. Причина нашего миссионерского кризиса, который начался уже через 25 лет после начала возрождения, в 1988 году, просты. Господь начал закрывать большинство дверей в вагоны поезда с большой буквы, который снова мщится к очередной своей катастрофе. И сразу тут икона Авраами Смоленский, один из первых талантливых русских проповедников, пострадавших от бездарных попов, невежд, взимающих сам священство, готовых его по зависти пожрать живым. И дальше преподобная икона. Там борода вообще не борода, закрыло все тело у него, пушистое. Преподобный Максим Грек, яркий пример таланта, пострадавшего от русской православной архиерейской бездарности, некомпетентности и глупости. Итак, какие системные причины этой грязни и травли в церкви? «Накопление критической массы бездарей, некомпетентных людей за последние 30 лет, пришедших в церковь, через семинарии, по самым разнообразным мотивам, часто нечистым, но только не по призванию Бога. Эти люди разочарованы своим служением, не любят его, рады бы все бросить, но куда деться после 15-20 лет службы в церкви?» Вот интересно, как, это я просто сказать немножко из биографии своей, мы проходили семинарские курсы на дому отца Александра Пивоварова, кандидата богословских наук, истинного, великого таланта, проповедника. Он погиб в автокатастрофе, сгорел. А мы были там, отец Аким, я и Павел учились у него. Но есть что вспомнить. И когда мы закончили все, он проверил, ну то есть все, что требуется для священника. Его сестра сшила, да, сестра помнится, за диаконом она замужем была, сшила подрясник мне, и я его надел, уже надел. Уже в эту ночь я должен выезжать на рукоположение в омскому архиепископу Максиму Крохо, фамилия его, который рукоположит потом брата. Я еду первый, меня рукополагает тайна в домовой церкви, потом Аким, Павел. Ну я надел, повернулся, постоял и начал снимать. А они сразу говорят, а что снимаете-то? Не мое это дело, я молился, я надел, она совсем не по мне. Да как, она по размеру вашему? Не в размере. Я смотрю дальше, что? Что мне дал Бог, этого у меня не будет уже. Как не будет? В общем, все, я не буду. Разговоры окончены. Я снял и ушел. После этого были такие попытки, специально приехала сюда епископ, меня рукоположить, прямо в Потеряевку. Я приехал когда в Москву в 92-м году, перед поездкой в Америку, там собрался еще. И там митрополит Виталий в синоде, сидели он, рукоположить обязательно вас надо. И епископы? Нет, не мое. И один из них, только митрополит Виталий, Устинов фамилия его, и говорит, да, я подумал, может быть и так, кое-где вам двери закроют. Да нигде-то, кое-где. Рязко меня отделит от народа, как стена монастырская. Вот и весь сказ. А мне везде двери открыты. В начальствующем я босиком иду. Никакого авторитета у меня нет, я никого не боюсь в этом вопросе. Босиком вот, босиком. Ни носков, ничего нет на ногах. И я иду по городу. Ко мне присоединился еще один босыми ногами. А он теперь редактор в Алтайской миссии. Владимир Федорович, Клименко. Дальше. Накопление за 30 лет в церкви критической массы фарисеев. Доминирование стектантского мышления. Мышление гетто. Возрастающий тоталитаризм. Дальше. Феномен Кураева. Дальше. Раздражение лицемерных идеалистов и холопов. Отсутствие понимания системных проблем русской православной церкви. И, наконец, возрождение. Фактически, клонирование за 30 лет бесплодного древа, в кавычках. Даже еще более порочного, которое Господь начал рубить в 1917 году в России. Это Максим Степаненко мне прислал. Могли ли вы, много ли вы знаете известных популярных богословов, проповедников, миссионеров, которые бы не столкнулись в последние десятилетия либо с административными епископскими репрессиями, либо с ожесточенной критикой своей же братьей, переходящей в травлю. Под репрессивный епископский каток попали. Двоеточие. Протерей Павел Адельгейм. В 2008-2010 годах. Один из первых священников, выступивших против нарастающего правого беззакония, тоталитаризма и епископского пиодализма в системе. Оставаясь в системе, он вполне успешно отражал ее репрессии. Игумент Петр Мещеринов. Его заставили заткнуться и перестать публично делиться мыслью в 2009 году. Умнейший пастырь, который первый в современной русской церкви начал задумываться о наших системных проблемах и проблемах, с которыми начинают сталкиваться люди после воцерковления и последующие 5-10 лет жизни в церкви. И мне книжка попала, я ее сразу же взял, опубликовал и везде говорил. Он был игумен Данилова, кажется, монастыря и председатель, или как, движение молодежи. С молодежью. Дальше. Ерей Максим Каскун. Первый популярный и полюбившийся людям священник-видеоблогер. Август 2013 года. Снял с настоятельского прихода, где начинал проповедь в сети. Интернет-проект на вопрос.ру ныне уничтожен. Интересно. Его спросили отец Максима, а вот что вы скажете об Игнатии Лапкине? И он так сидит, молчал, молчал потом. А что я могу сказать? Я внучатка его. Вот это, да, говорит, как? Отец Геннадий Фаст, говорит, мой духовный отец. А отец Геннадий обратился в Игнатия. Игнатий ему отец. Ну а кто я ему? Внучатка. Дальше. Про Дядяка Андрея Кураев. Конец 2013 года. Ему немало достается от братолюбивой критики. Есть даже сборник статей. Неправославный миссионер про Дядяка Андрея Кураева. О феномене Кураева будет рассказано позже. То есть теперь что Андрей Кураев? Какой отзыв дал обо мне из-за гонений? Дальше. Про Терей Всеволод Щаплин. Декабрь 2015 года. То есть говорит о моментах гонения. Яркая неравнодушная личность, выделяющая в море поповской стерости. Точнее черноты. Который ревновал и ревнует сейчас о вере, о России. Не боится думать и идти против мейнстрима. Чтобы говорить не то, что ожидает от тебя толпа, нужно большое мужество. Дальше. Про Терей Владимир Головин. Начало 2018 года. Провинциальное священие, который стал самым популярным пастырем-видеоблогером. 2000 опубликованных видео за 3 года. 26 миллионов просмотров. Ну, для сравнения. У них 2000 видео, у нас 14 тысяч с половиной. 26 миллионов, у нас 32 миллиона. Ну, где-то рядом же. Которого простой народ не только с удовольствием слушал, но и желал увидеть вживую. Придумал, чем занять народ годами, пассивно стоявший на службе. Молитву по соглашению. Народу понравилось. Люди, которых наши священники приучили быть только потребителями церковных услуг. Вдруг осознали, что они могут быть частью некой силы. Могущей кому-то помогать. Что их молитва может быть кому-то полезна. Готовы были даже доплачивать восхитительный знак, чтобы им дали вместе со всеми помолиться. Вот давайте у нас создадим это. Не будем говорить, какие молитвы там. И чтобы которые люди ходят, они после этого сами организовали у себя. Никаких соглашений. Просто мы молимся о нуждах. И вот наш образец молитвы взяли. На это-то напасть они никак не могут. У нас ничего нет. У нас все церковное. Не считая русский язык. А в русском языке сейчас у них тоже там идут баталии. Чтобы по-русски было. После полугода оголтелой беспрецедентной травли сектой сектоведов Ра Цирс. Его заставили заткнуть все и понуждали уничтожить все его миссионерско-просветительские проекты. Два крупных видеоблога. Духовный маяк и Головин Болгар. С многомиллионными просмотрами. Два сайта. Группы ВКонтакте. Сейчас запрещен служение. Лишен сана на перхальном уровне. Почему дальше? Я рад за протеерея Владимира Головина и одобряю его выбор. Максим Степаненко. Надо смотреть. Вот это отдельный материал выставил. Протеерей Андрей Федосов. Гибер-поп. Кибер-поп. Июль 2018. Его заставили заткнуться, закрыть проект видеоблог, киберблог ТВ и страницу ВК, но, к счастью, не заставили уничтожить все его видеовыступления в духе щестопольского феодального тоталитаризма, как это случилось с Головиным. К травли приложила руку секта сектоведов. Олег Заев. Новосибирский апологет, благодаря которому из тех, кто вышли и вернулись в лоно православие, тысячи людей. В феврале 2019 года уволен из новосибирского ИКЦ после 25 лет службы в церкви, протеереем Александром Новопашиным уволен. Под репрессивный каток братолюбивой критики попали профессор Алексей Ильич Осипов, его умнейшего и самовырудированного человека в церкви в масонском галстике, в скобках от Игнатия Лапкина. В свое время единственного нелипового доктора в богослове шквалом травили недоучки, обвинениями в ереси. И, похоже, первыми спровоцировали эту антиеретическую истерию священник Даниил Сысоев и компания спровоцировал. Дальше. Антео и компания посвящается. Максим Степаненко. Иерей Данил Сысоев. Полагаю, что просто не дожил до начала настоящей травли, не исключая епископских репрессий. К концу 2009 года хор его оппонентов уже звонко пел, но затих после смерти. Протеерей Олег Синяев. Талантливый миссионер, апологет, проповедник, человек, который любит сектантов, которых он пытается привести ко Христу. Создатель одного из эффективных реабилитационных центров для пострадавших от сект. Его травлю начала и осуществляла практически только секта сектоведа в лице Александра Дворкина. Слово сказать, о нем как раз Максим Степаненко говорил, что он друг его. И все пошел против. Это вообще подвиг настоящий. И протеерея Александра Новопашина, которая терзала его, Олега Синяева, с начала 2000-х, но все обострилось в конце 2011-го. Он меня даже попрекал, что опубликовал ответ на критику протеерея Олега Синяева. Игнатий Тихонович Лапкин. Вторая половина 2015-го года, начало 2016-го. Кто это и чем именит, можно прочитать ниже. К его травле приложила руку секта сектоведов. Чем мне интересен Игнатий Тихонович Лапкин, Максим Степаненко. То есть посмотри эти материалы. Протеерея, он перечисляет, кого травят, пожирают. Но я, к слову, хочу сказать, вот, все как-то, ну как-то все-таки страдают, кроме меня. Меня никак. У меня только шире и шире все делается. А почему? Я спрашиваю, почему мои книги, три отдела взяли заниматься миссионерских, Новокузнецкой, Кемерской и Тульской епархии. В Одессу забросили книги, там в монастыре занимались, и там профессор какой-то. Это мне сообщил Тарасий. Тарасий. Юпашель, как фамилия его такое, моряк. И потом книги все отправили, говорит, или отправили, или новые достали. Киево-Пещерская лавра, самый центр православия. И отдельно Дворкину. А там мной только, какие силы-то отвлечены. Но не считаю тех, которые под сотню роликов ставят. Вот. Между делом, повторяю. Между делом. И они говорят, а почему они не выступают? Они, говорят, что самоубийцы. А прочь еще выступят конкретно? Ну, в миссионерских отделах столько лет. Ну, могут они хотя бы за 15 лет. 15 лет это срок? Ни слова. Так, кряхтят где-то. Интересно, Новокузнецкий, Дворкин выступал. А там был этот... Кальмаев Михаил Михайлович. Ну, и кто-то записку подал, обо мне спросили. Он начал там псевдо-псевдо-псевдо-псевдо-лже там у нас ставил везде слова-то. И он хороший. А он тогда встал и говорит, так это не так. Что удивительно, Дворкин попятился назад. Ему уже намылили шею-то, говорит. Загривок-то ему пооптерли. И он быстро назад. И что интересно, Дворкин приезжал в Барнаул, это к слову сказать. Ну, и собрали вепархию местной алтайской силовые структуры. Милицию, там воинские части, КГБ. И кто-то задал вопрос обо мне. Я не знаю. Или он сам это сказал Дворкин-то. И в это время слово, говорит, взял... Сейчас я говорю из чужих слов, это не сам. Я даже фамилию, мне называли. Майор, вроде, КГБ. И он говорит, а мы Лапкина уважаем. Он камень за пазухой не держит. Он по нашей детской системе проходил не один раз. Они меня и упрятали в тюрьму. Но отношения хорошие. Поздравляем с праздниками. Ну, то есть хорошее. По-настоящему хорошее. Ни зла, ничего нет. И Дворкин сразу раз и, говорится, хвост поджал. Тут в Алтайском государственном университете первый гуманитарный университет в Алтайской крае был. И тут наши ходили. Игорь Дубунов. И пришли сектанты. Пятидесятники там. Ну, они слушать не стали, когда начал он там их это поносить. Они встали и уходят. Я бы никогда не додумался, что он сделал. Это Игорь Дубнов. Он кричит, вы их проверьте, не утащили они чего-нибудь у нас тут из зала? Ой-ой-ой. Мать земля. Каких, говорит, нарожало. Ой-ой-ой. Дальше. Протеерей Андрей Ткачев, столкнувшись с репрессиями в Киеве в 2014-м, переехал в Россию, где быстро набрал популярность. И после неоднозначного ответа на вопрос в феврале 2019-го года был подвергнут критике, перешедшей в травлю. К его травле опять приложил руку глава секты сектоведов. Кто? Ну, кто? Дворкин. И дворовая свора. Можно ли уже начать считать травли на протеерея Артемия Владимирова? Несколько критических статей на Ахилле. Это заголовок. В 2018-м году, где его бывшее духовное чадо в условиях анонимности сливает факты его проблемного пастырского окормления. Можно ли уже начать считать травли на иерея Георгия Максимова? Все более и более возрастающее народное возмущение на него за то, что он решил хапнуть хайпа на критике вышеупомянутых людей. Он на меня сразу спустился. Вот уж кто не нравится мне, так вот эта личность. Совершенно ничего не знает и мямлет сидит. Ну, не знаю. Пока сыт и самодоволен только протеерея Дмитрия Смирнов со своим весьма грамотно сделанным мультиблогом. Ну, давайте подождем. Дальше церковь, коллег и ущербных заголовок. Чтобы понять происходящие законоверные процессы в церкви, нужно вспомнить пророческую притчу Господа. Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал, «Я купил пять пар валов, и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал, «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донесся всем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». Вот эти слова «пойди» до слепых выделено. И сказал раб, «Господин, исполнено, как приказал, ты еще есть место». Господин сказал рабу, «Пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо, скажу вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Лука 14, 16, 24. В почти аналогичной притче в Евангелии от Матфея указывается, что были приглашены вместо званых даже злые. И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли. «И злых, и добрых». Матфея 22, 10. «Бог зовет Царство Небесное прежде всего не нищебродов и неудачников. Он зовет прежде социально успешных людей, элиту. Один купил землю, другой аж пять тракторов по нашим меркам, а другой женился, в скобках, полагаю, удачно. Но они не идут. Тогда Бог призывает всевозможных коллег. Почему-то люди думают, что если это Церковь Божия, то все в ней должны быть идеальными. Все должно быть. Идеальные нравственные управленцы, идеальные священники, идеальные проповедники, миссионеры. Не говоря уже о том, что многие внутри самой Церкви меняют себя исключительными после получения сана. Но это большое заблуждение. И тут какая-то картина. Нищие певцы. Вот они поют тут перед входом в церковную ограду. Народ все подпояса. Ну, здорово. В 1873 году художник Виктор Воснецов. Умных, талантливых, успешных людей в православной церкви ничтожно мало. Каким чудом они к нам попадают, даже не знаю. В скобках. Это несложно понять по спискам авторов православной библиотеки предания. Библиотека такая. И списком святцев. В церкви около двух тысяч лет. В ней жили миллионы людей. А имен именитых церковных писателей на пару сотен. В святцах, если из них убрать мучеников, всего несколько тысяч имен. Церковь и в прошлом, и ныне, и в будущем это сборище ущербных, нищих, увечных, хромых и слепых. Чтобы правильно оценивать слова и поведение себя самого и других в церкви, нашу общую реальную ущербность, это нужно понимать. Об этом толкует апостол Павел. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам. 2 Коринфянам 4.7 Собственно, в посланиях к Коринфянам тема человеческой немощи при служении Богу раскрывает вполне ясно. Посмотрите, братья, кто вы призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое миро, чтобы посрамить мудрых, и немощное миро избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное миро, и уничиженное, и ничего не значащее. Избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Ну, выделено здесь несколько моментов. Вот, немного из вас мудрых, да благородных, и дальше незнатное, и словом Бог заканчивает. И никакая плоть не хвалилась перед Богом, он выделил жирным. 1 Коринфянам 1 глава 26-29 стихи Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодатья моя, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. 2 Коринфянам 12-9 И опять выдержка. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божию, и мы так же, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божию в вас. 2 Коринфянам 13-4 Ну, интересно мне вот, что все это... Я считаю, что не все еще. Я хочу к этому добавить. Сергея Птушенко здесь нет. Я не слышу. Сергей Птушенко здесь или ушел? Здесь у него микрофон включен. Пишет, что здесь. Ну ладно. Значит, вот какое дело, дорогой мой. Вот это, что сейчас считаем, я досчитаю до конца, раз уже начал, уже нельзя прерывать. Но здесь чудо за чудом. Да, действительно, Максим употребляет мои выражения, и больше нигде не было. Это Господь повернул его сюда. Я ему сказал, мы день и ночь молились об этом. И где-то он там на меня что-то сказал, Максим, я ему сразу сказал. Если человек ко мне расположен был когда-то, и мы с ним встречались, а потом изменится, то... Ну, если только бывает где-то там по ошибке. Я в ответ ничего не говорю, как Андрусенко. Он говорит где-то против меня, а я никогда не говорю. Почему? Я полностью сердце занял им тем, который он был до проказы. Вот Иуда Бен Гур, когда у Иуды там мать и дочь, эта сестра были в тюрьме, и они заболели проказой, и они не хотели ему показываться, чтобы он их помнил такими, какими они были, а не такие, какие есть. Ну, их Господь исцелил потом. Это я к тому говорю. Я вот к чему говорю. Сергей, пожалуйста, вот где я тут начал говорить об этом, ну, там найдете. Ролик я постараюсь выставить к утру. Он длинный будет, конечно. Отделите это и отдельно выставьте, а я оттуда тогда возьму. На меня его выставьте, я его к себе перетяну тогда. Вы меня слышите? Я прошу отрезать это потом. Выставлю здесь как... Ну, целиком. А это отдельно выставить надо. Какое название дадите, я посмотрю, подойдет, оставлю. Но это будет отдельный ролик, что я дальше продолжаю. И дальше Максим пишет. Господь пришел в скотомогильник. Этого слова, скотомогильник, вообще не было нигде. Абсолютно нигде. От меня он взял. Почему? Господь пришел, говорит, к погибшим овцам Израиля. А где скотина бросается, это не кладбище называется, а скотомогильник. Я это состояние церковное назвал. Максим Степаненко. И пишет далее. Итак, почему русскую православную церковь накрыла бесовская волна, ожесточенные грызни своих своими же. И именно грызни, травля, ожесточенные критики, созлорадством, епископскими репрессиями. Накопление в церкви до критической массы количества фарисеев бездарей. Некомпетентных людей, не любящих свое дело. Бездарей или как ударение, даже не знаю. Хотя я и объединил в этой главе фарисеев, некомпетентных людей бездарей. Их следует различать. Дальше. Некомпетентным может быть любой человек при отсутствии недостаточных знаний и опыта. Усердная учеба и практика некомпетентность преодолевается. Применительных в церкви некомпетентными можно назвать неофитов, выпускников семинарии, только что рукоположенных священнослужителей. Можно говорить о почти тотальной некомпетентности нашего епископата относительно менеджмента, управления персоналом и психологии управления, управления собственным временем, тайм-менеджмент и тому подобное. Все это полноценно не изучается в семинариях, этому не обучают и не понуждают обучаться только что рукоположенных епископов. Вы слышали о курсах повышения управленческой квалификации для епископа при наших академиях? Собственно, управленческая некомпетентность епископата, неумение управлять людьми и подбирать кадры, лежит в основе практических всех церковных проблем. И в первую очередь в том, что рассматривается в предлагаемой статье. Вот интересно, я когда учился в техникуме, а уже закончил, ну там мастерами, и только четыре с нескольких выпусков, там ПГС были, промышленное гражданское строительство, другие, только четыре человека были на должность прораба, а прораб у него в распоряжении нескольких мастеров. И в это число четверку почему-то меня вписали. И отправили работать, ну, сказать, пролетарское происхождение, отец инвалид, там, ну и проще, они все это учитывают. И направили работать в органы МВД, строго режимный лагерь Плишкина Иркутской области. Мне уже идти, руководить? А я и спрашиваю, а почему не научили, как обращаться-то с людьми, как я к ним подойду? Сколько я там ошибок-то сделал? Сегодня, когда вспоминаю, дрожь берет. Ошибки? А какие? А незнания? Ну, какие ошибки-то хоть какие? Ну, женщины работают. Они-то тоже не штукатуры. А у них срок зависит от того, какая работа. Если 102% выполняют норму, то один день засчитывается за 2. А если 121%, то один день отсидела, засчитывается за 3. В 3 раза быстрее домой придет. Я это все знал. Но я знал и то, как мне сказали, как мне преподавали, какие нормы. Она штукатурит потолок. Я прилагаю длинной рейкой, и там видно, где она упирается, а где между ними провал. Ну, бывает и больше сантиметра. А положено-то, ну, не больше там, кажется, 4 миллиметра должно быть. Ну, я-то буквоед. Ну, мог, кто там потолок-то будет проверять-то. А я записывал все как есть. И у ней норма-то срезается. И она день за день сидит. Сколько мамок могли выйти домой раньше, если бы я не был этой тупицей. Учили меня этому-то. Да кто знает про эти сантиметры? Да ну, напиши ты ей там. Но опять же, ложь будет. Я лжи боялся, как огня. Мне надо было уходить или что-то делать. Я солгать нигде не мог. С детства так вот. Приучен был родителями. И не мог дописать. И все равно сатана трепал и трепал. Это я про себя говорю. Я со слезами вспоминаю сегодня это. Бездари, он говорит, это люди, лишенные таланта, высшего мастерства в том деле, которым они занимаются. Талант – это способность достичь на и высшего мастерства, совершенства в том или ином деле. К сожалению, бездарность, в отличие от некомпетентности, практически невозможно воспитать усердно, еще бы и трудом. В последнем, конечно, можно серьезно нивелировать бездарность, но высшего мастерства не достигнуть. Это происходит от того, что чаще всего бездарность определяется природой, как, например, умение петь, исполнять музыку, танцевать. Близорукий не станет хорошим стрелком, коротышка – баскетболистом, а стенник – культуристом. В церкви есть бездарность, вызванная тем, что Бог не дал дар человеку. Эта бездарность не бывает абсолютной. Один дар – талант Святой Дух обязательно дает человеку через миропомазание. При этом дополнительные дары можно просить у Бога. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому – слово знания, тем же Духом. Иному вера – тем же Духом. Иному дары исцелений – тем же Духом. Иному чудотворения, иному пророчества, иному различения духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Все же все производят один и тот же Дух, с большой буквы, разделяя каждому особо, как ему угодно. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих – учителями. Далее, иным дал силы чудотейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших. Я покажу вам путь еще совершеннейший. 1 Коринфянам, 12 глава, 4 стихи, 28 по 31. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчество и по мере веры, имеешь ли служение – пребывай в служении, учитель ли – в учении, увещатель ли – увещевай, раздаватель ли – раздавай в простоте, начальник ли – начальство и с усердием, благотворитель ли – благотвори с радушием, Рименом, 12, 6, 8. Я вставку сделаю. Вы заметили, как много мест священного писания? О! Вот тут он мне, говорится, погладил по сердцу. Я думаю, на сегодняшний день таких материалов ни у кого нету. Ни у кого! Это интересно. Выступал однажды Евгений Евтушенко и говорит, его спросили, а как вы считаете, в наше время поэты настоящие, есть или нет? Он говорит, конечно, есть. А сколько? Он говорит, три. И кто? Ну, Белла Ахмадулина, это его первая жена. Второго, я сейчас не могу ошибиться, ну, второго он назвал. Ну, а третий, ну, еще тут не до гадостей, я, конечно. Вот так интересно. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчество по мере веры. Имеешь ли служение? Прибывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещатель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай. В простоте. Начальники, начальству и сусердия. Благотворители, благотвори с радушием. Римлян 12, 6, 8. Большой бедой в церкви является заблуждение, что рукоположение в той или иной священный сан дает, то есть увеличивает человеку компетентность, ум, дополнительные способности или сможет исправить уже имеющиеся нравственные пороки. Он отвечает дальше. Увы, дурак! Останется таковым и после рукоположения. Только это будет рукоположен дурак. Мнящий, что сам, наделил его совершенством. Рукоположенный садомит так и останется садомитом. Блудник блудником. Вот он говорит это, как будто у меня списывалось книги. Я это кричал и вопил буквально. В каждой книге, у нас 38 томов, а вернее 3 еще и в интернетной версии, в каждом томе я делаю ссылок, не ссылок, а пакетами же привожу, 3000, до 3000 ссылок в каждой книге на Библию. Сколько трагедий это заблуждение вызывало, вызывает и будет вызывать, если бы эти люди считали апостола Павла. Восписательный знак. В священный сад нужно выбирать не мальчика, получившего 4 года в семинаре, проучившегося, и столько же в академии, а временем проверенного, талантливого, высоконравственного мужа, старше 30 лет. По жизни и делам. Восписательный знак. По семье которого всем, в скобках, понятно, что в нем живет Святой Дух. Но епископ должен быть непорочен, одной из жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не биться, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, веролюбив, несребролюбив, хорошо управляющий дому своим, детей, содержащих послушание со всякой честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещися церкви Божией. 1 Павлефея 3, 2, 5. На меня вышел один священник, я сказал, его сейчас сосватали казаки, он у казаков будет теперь управлять. Я говорю, а дети-то есть? Да, большие, двое где? Да в тюрьме отбывают оба за воровство. Два сына, и оба за воровство, и его избрали. Ну вот и все. Как вы понимаете, вся система религиозного образования права церковского работает на то, что церковь умышленно наполняется потоком бездарей. 4 года поручили, куда его деть? Рукополагать? А дал ли ему Бог талантливый для служения, никому не интересно. Мне один Олег пишет, я закончил семинарию, отец Игнатий, у меня два варианта, идти на священника сейчас, рукоположиться, или в академию. Что посоветую? Я говорю, конечно, в академию. А почему? По крайней мере, на 4 года позже ты начнешь портить старух. К слову, рукоположение не исцелит олигофрению, шизофринею, или иное психиатрическое заболевание, например, эпилепсию. Итак, бездарность в той или иной сфере вызвана тем, что в силу обстоятельств человек начинает заниматься делом, к которому он не расположен. Вот это от слова «и так» это жирно. Или даже ему изначально неприятно. Например, он историк, а его некий авторитет понудил заниматься сектоведением. Это он уже как раз говорит о Дворкине, Александре Леонидовиче. Это трагедия в нашей церкви, когда авторитеты, менящие себя духовицами, от ветра своей головы понуждают людей становиться монахами, священниками. Или мама за ручку приведет юношу в семинарию, пусть его научат. Это уже из Маяковского. Бывает, что и сам человек с дури решает, что он обязательно должен заниматься святым делом. Я ставку сделаю. Я встречал в интернете шел лоховед Стручков, профессор Александр Стручков. И тут я натолкнулся, когда весь генералитет Алтайского края были. И рассуждали обо мне. Считают меня самым счастливым человеком, который встречался в жизни. А я даже опешил. Говорю, и по каким параметрам вы делаете то, что вам нравится. Это у вас на лице, во всем выражается. Вот. Я подумал, действительно так. Это самая счастливая доля мне выпала. Я с удовольствием пошел, страдал, проповедую, говорю, делаю. А талант-то какой у меня? Бог определит. Но я добавляю, у меня нет никакого гуманитарного духовного образования. Нет. Я просто учился 50 лет у ног Христа. И дальше. Именно последний вид бездарности является самой большой проблемой и в обществе, и в церкви. Такие бездари, люди, оказывающиеся на своем месте, всегда некомпетентны. Они никогда не достигают совершенства в работе. Хуже того, они становятся самыми натуральными вредителями в коллективах. Хотя на первых порах они могут достигать неких успехов, подсчиславия и зависти. О ней подробно позже. Со временем такие бездари начинают испытывать неприязнь к своей работе, к служению и даже ненависть. Скажите, человек, который не любит свое дело, достигнет в нем совершенства? Да никогда! У них формируется хронически профессиональный невроз, для которого характерны такие детали, как зависть и формирование неприязни, часто лютой, к талантливым коллегам, которые занимаются делом с любовью, и они приносят им радость. Вот это мне бальзам на сердце. И именно зависть бездарей в стерке порождает не только ссоры, но предательство ближних и даже Бога. И где зависть и сварливость, там неустройство, и все худое. Иаков 3.16 Ибо знал, что предали его из зависти. Матфея 27.18 Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Марка 15.10 Как будто под копирку взято от меня, почему ему Бог открыл Максиму. Я эти слова сотни раз везде говорил. Вы не думайте, для меня какая радость, что Максим это все написал. Я не могу выразить Богу благодарность до конца. Вы не думайте, что Господь, перечисляя порождаемое порочным сердцем случайно, случайно, в кавычке, за завистью поставил богохульство, гордость и безумие, кражи, лихаимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Марка 7.22 В первосвященниках же и с ним все принадлежащие к сьереси, садукея, исполнились зависти. Деяние 5.17 Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия и злословие сопротивлялись тому, что говорил Павел. Деяние 13.45 Потому что вы еще плотские, ибо если между вами есть зависть, спор и разногласие, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? 1 Коринфянам 3.3 Именно эти бездари становятся едкой кислотой, которая вытравливает из коллективов, из приходов, епархий, таланты и оставляет в них подобную им бездарную серость. Впрочем, серость, которая оставляет вокруг себя бездаря начальник, намного хуже его самого. Почему? Глупец чувствует себя умным на фоне полных дураков. В таком случае коллективы, предприятия, приходы и епархии приходят в полный упадок. Ой, Максим, куда копнул-то он? Подобные бездари могут иметь награды, премии, высокие зарплаты, звания, высокие саны, научные степени. Это совершенно ничего не значит. Более того, таких бездарей награждают часто с еще большим усердием. Почему? Потому что везде, куда ни ткни, основная масса работников это бездари. Люди, не на своем месте, не любящие свою работу. Если их не манить морковкой высоких зарплат или наград, они вообще еле ходить будут. Это талантов не нужно подгонять деньгами и наградами. Для них, их работа это радость. Для талантливых. Как в таких случаях понять, где бездар и где талант? Очень просто. Талант определяется по наличию талантливых учеников, по наличию, например, научной школы. Бездарь, будучи невротиком, не любящим свое занятие, психологически не может к себе привлечь людей, которые имеют талант, любят свое дело. Будучи еще завистливыми, они подсознательны или явно, прямо или косвенно могут просто вредить молодым талантам. Бездари в церкви всегда плохие миссионеры и проповедники. Они неинтересны людям, неинтересны их проповеди. Вам интересно общение с людьми, которые не любят свою работу? Никому неинтересно. Чтобы понять КПД, коэффициент полезного действия бездарей в церкви, приведут следующую арифметику. Если принять, что один даровитый человек в виртуальном отделе, который состоит только из него же самого, обычное дело, в РПЦМП, выполняет работу на 100%, то три бездаря, пришедшие после него в отдел, будут выполнять не более 0,5% от того, что делал даровитый человек, не более полпроцента. Посвестательный знак. И что интересно, когда архиепископ Амвросий Медиаланский отошел, его место заняли шесть епископов и два справляющихся с тем, что он делал. шесть, чтобы понять, как ведут себя бездаря в церкви, интересно, рекомендую прочитать вот этот материал на смерть сектоведения в Русской Православной Церкви Максим Степаненко. Это название. Дальше. Фарисейство. Это особый род бездарности, духовной бездарности, неведение действия Духа Божия в людях и событиях. Фактически, это болезнь духовной слепоты, поражающая успешных религиозных профессионалов. В каких случаях это происходит? Дело в том, что религиозное мышление, как таково, и всегда шаблонно. Мыслить шаблонно совсем неплохо во многих случаях. Это позволяет при правильных шаблонах, должностных инструкциях, ГОСТ, военном уставе, ФГОС и тому подобное принимать правильные решения быстро. Еще лучше, когда шаблоны поведения даны человеком от Бога. Вас прокляли? Ужас! Что делать? Бежать к бабке? Опять снять родовое проклятие? Поставить 40 свящей в церкви? Позвонить священнику в 2 часа ночи и попросить помолиться? А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Матфея 5,44 Но чем древнее религиозная традиция, тем больше она обрастает шаблонами человеческими, преданиям старцев. Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, и там немного. Исайя 28,10 Которая по лицемерию глупости или привычки начинает принимать за божественные шаблоны поведения, но тщетно чтут меня уча учением заповедям человеческим. Матфея 15,9 Фарисеи люди, которые человеческие шаблоны предания старцев пытаются втискнуть в деяние уже самого Бога. Хуже того, фарисеи за неисполнение человеческих шаблонов предания старцев готовы уже убивать не только грешников, но и пророков и даже сына царя Бога, который не втискивается в их предание Бога. Предания старцев в человеческие рамки мышления шаблоны. Они начинают воспринимать как вильзевула и пытаются убить, в том числе и через расправу над людьми, которые выполняют совершенно не шаблонную Божию волю. И тут из кинопильма снято жезлами стоят первосвященники, парисеи, а перед ними народ. И дальше Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал и преуспевал в иудействе более многих сверников неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Галатам 1, 13-14. Вот она порча, болезнь души при ее поражении в парисействе, дикая и неограниченная ревность о преданиях старцев. Святые отцы сказали, святые отцы не сказали. Не в одном лицемерии главного беда религиоза парисейства, а еще и в том, что эти люди пытаются заставить Бога втиснуться в рамки человеческого мышления, в рамки мышления их старцев. И все, что не входит в эти шаблоны мышления, они пытаются уничтожить пророков, сына Божия, святых, талантливых проповедников, миссионеров. Делают вставку. На меня, когда нападают, что вы мощи не признаете. Я говорю, прах ты и в прах возвратишься. Вы это сначала выполните, а потом остальное. А, а вот там такой-то сказал, Ян Дамаскин сказал, ну, сказал, ну, это не выше Божьих слов, даже не слышат. Вот Максим здесь прав. Когда я говорю, что монашество в том виде, в котором оно есть, принесло зло больше, чем мусульманство, фашизм, коммунизм, масонство вместо взятое во много раз, в разы. Почему? Потому что заблокировали, на проповедь никого не выпускали. Два миллиарда мусульман могли быть православными. Вот это я и говорю всегда. Каноны не запрещают, а побуждают проповедовать. И так далее. Яркий пример этому, когда из-за исцеления в субботу людей от неисцеляемых тогдашней медициной болезни Сына Божьего хотели убить. Видя явное чудо, эти безумные ревнители предания старцев хотели убить Моисмессию и даже тех, кого Он спас от смерти, Лазаря. Случай со слепорожденным прошу просчитать полностью, ибо это ключ к пониманию бесовской волны травли, талантливых проповедников в русской православной церкви. Впрочем, что упонять, суть сейчас достаточно прочитать это, двоеточие. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, с чего же не знаем, откуда он? Человек, прозревший, сказал им в ответ, это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит воли его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз отчисли порожденному, если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему ответ, во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? и выгнали его вон. Иоанна 9, 29, 31. Подавляющее большинство людей, участвовавших в травле, упомянутых проповедников и миссионеров, это бездари и невежды, неучи, худые организаторы и проповедники. Они, как их древние еврейские учителя, являют религиозно-профессиональную невежественность фарисеев. Во-первых, смотрите, невежды фарисея объявили, что он родился во грехах, а между тем ученики. Его спросили у него, Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Иоанна 9, 2, 3. Эти фарисеи показали не только свою невежественность, но при всех оболгали человека. Запомните это. Во грехах-то родился. Ага, сектант, псевдоправославный, сектант, прелесть, гордыня, сектант, псевдоправославный, и они по этому кругу гоняют свою душу. Я говорю только в отношении меня, но и везде это. Во-вторых, они сами признали, что им неведомо, откуда Христос. В-третьих, видя явное чудо, они, закрытые шаблонами человеческой в кавычках традиции, преданиями старцев «субботу нельзя лечить», не смогли логически свести концы с концами, что сделал простой необразованный инвалид, почитатели Головина, Ткачева и тому подобное. Но мы знаем, что гречников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волей Его, того слушает. Как невежественные фарисеи, улеченные в своем невежестве, ответили необразованному инвалиду? Как? Они не разложили, не обличили неправоту его слов, они просто дискредитировали его личность, унизили. Сказали ему ответ, «Во грехах ты весь родился, и ты ли насущишь?» И выгнали его вон. Иоанна 9, 29, 31. Имея именно личная дискредитация, является главным методом травли бездарами и фарисеями Бога в лице талантливых проповедников и миссионеров, через которые Бог и действует в этом мире. «Во грехах ты весь родился, и ты ли насущишь?» Это мне, вот я считаю, бальзам на душу. Я, ну, минимум полста лет уже все это вижу, знаю, но вот такую статью, как Максим, мне бы не написать. Талантливо, бесстрашно, с надеждою, без попятных. И главное, много мест писания подтверждает его слова. Сохрани и помилуй. На Максима будет большое гонение. Прошу всех включить его в молитву. Я каждый день молюсь за него. Помните? И вот парадокс. Фарисеи, пытающиеся Бога втиснуть в свои человеческие рамки, не видят великую силу Бога, совершаемую в глиняных сосудах, в немощных человеках. А почему? Потому что они думают, что можно спастись законом, своими усилиями, через возрастание в идеальности, через пост, молитву, монашество. Люди немощные, несовершенные, у них вызывают раздражение и неприязнь, как коробил некоторых коринфян эпилептик апостол Павел. Вероятное медицинское объяснение вот этого, 2 Коринфян 13,7. Не священник, не монах, ха, третий сорт, не брак. Что хочет сказать этот суеслов? Деяние 17,18. Лишенная дарова благодати Божия бездария и фарисея не понимает слова великого таланта нашей церкви апостола Павла. Слово великого и таланта с больших букв. Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодать и моя, ибо сила моя совершается немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы опитала во мне сила Христова. 2 Коринфянам 12,9. Несколько слов скажу о лицемерии фарисеев. Например, и тот, кто начал травлю протерея Головина, с радостью воспринял лишение его сана, и тот, кто изверкивает священнического сана, оба должны быть лишены сана по 14-15 правилам 6-го Вселенского Собора. Ну, Максим шагнул. правила святых, 14-е правило, святых отец наших дособлюдается и всем. Дальше красным, жирным пишет, дабы воприсмитера прежде 3-10 лет не рукополагать раньше 30 лет. Если бы человек весьма достоин был, но отлагать и до урещенных лет, ибо Господь Иисус Христос в 30-е лето крестился и начал учить подобно и диакон прежде 25 лет. И диаконис прежде 40 лет да не поставляется. 15-е правило. И подиакон да поставляется не прежде 25 лет возраста. Если же кто красным опять в какую бы то ни было священную степень поставлен будет прежде определенных лет, да будет извержен, да будет извержен, да будет извержен. Это я повторил три раза. Авторитетный толкователь канонов Зонара, как и другие, ну а Аристин, Вальсамон, я добавляю, писал, эти правила устанавливают лета возраста рукополагаемых определяют, что пресс-фитер был рукополагаем в 30-летнем возрасте, якобы 25-летнем, а деканистом по исполнении 40-го года. Ранее жестких лет не рукополагать о них, хотя бы казались совершенно достойными рукоположения, но отлагать, то есть соблюдать, выжидая исполнение сего возраста. Если же кто будет рукоположен черным, жирным, если же кто будет рукоположен ранее установленных лет, то в наказание за преступление сих правил подвергается извержению, то есть снять сан и сгнать его из сана, извержению, выкинуть, как выкидыш. Вот натолкнулись они и сразу здесь фотография с крестом, кто тут, я не знаю, Новопашин, наверное, или еще кто-то, это, наверное, их архиерей похоже, которые там пармен, и геройски так прямо смотрят с орденами, с медалями, с церковными беденоградами, Новопашин, большая митра такого фиолетового света, ну, все как надо, при орденах епископ Чистопольский фармен и протеерей Александр Новопашин по 14-15 правилу 6-го вселенского собора должны быть извержены из сана, как рукоположено во священнике раньше 30 лет. Вот если это вот перетрясти, тут кроме пыли-то ничего не останется. А что, много? Да почти все. Вот такие у нас в церкви лицемерные парисейские суды. Каноническое беззаконие, повторяю, каноническое беззаконие и лицемерие, увы, обыденность русской православной церкви. Либо примите на архиерестском соборе, что в русской православной церкви 14-15 правила 6-го вселенского собора отменяются, либо извергнете из сана практически весь епископат и священников. Кстати, не в этом ли причина бездарности наших священнослужителей? Не в этом ли причина и революции 1917 года? В скобках. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Матфея 18-18. 6-й вселенский собор связал и на земле и на небе, указав на безблагодатность всех рукоположенных во священнике раньше 300 лет. Бог и не дает даров таким. Ой-ой-ой, но и шагнул. Господи, помилуй, вот это Максим. Например, Константинополь даже отменил указание апостола Павла о том, что священники не должны быть двоеженцами. Насколько это законно? Но если бы мы даже или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали, вам да будет анафема. Галатам 1-8. Тут фонар нелесимерен в отличие от русской церкви. На словах показывать себя оплотом православия, врагом модернизма-то, а на делах попирать каноны практически в каждом священнослужителе. Парисеи, раковые клетки любой религиозной организации, при их критическом накоплении все гибнет. Вы помните? Он начал говорить сперва ученикам своим «Берегите заквастки фарисейской, которая с лицемерием». Лука 12-1. Вы знаете, когда наступила настоящая трагедия Иерусалимской общины? Когда? При гонениях? Нет. Когда фарисеи потоком наполнили первую церковь. Они же, высушив, прославили Бога и сказали ему «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». Деяние 21-20. Именно эти безумные люди, парисеи, ревнители закона, чуть не угробили апостола Павла, выслушившись о всех его делах и плодах дел, о всех чудесах. Повторяю так. «Всех чудесах» подсвязательный знак. Они потребовали для проверки его «правильности» в кавычках, чтобы он исполнил уже мертвый закон. Какое безумие! Именно парисеи отравили своей заквасткой Иерусалимскую церковь, которая вскоре была рассеяна римлянами после двух взятий Иерусалима. Иерусалимская церковь, быв начатком веры, зараженная парисеями, уже никогда не смогла стать важным духовным, богословским, миссионерским и тому подобным центром христианства, как это произошло с поместными церквами из язычников. Не говоря уже о том, что немалая часть христианских общин в Иудее выродилась в секты. Дальше. заголовок доминирование сектантского мышления, мышление гетто, возрастающий тоталитаризм. Почти 20 лет противодействовало деятельности внешних сект, и только сейчас начинаю понимать, что больше всего сектантов именно в русской православной церкви, она наводнена ими. Это Максим пишет. 20 лет противодействует деятельности внешних сект, а внутри только сейчас увидел. Секта там. Тут такая, снимок есть, и стрелка стоит и указывает на церковь или на дом там где-то. Беда сект внутри церкви, беда сектантского мышления начала поражать церковь Христову с самого ее начала. Это и отражено в первом послании к Коринфянам. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе, в одних мыслях. Ибо от домашних хвойных сделать неизвестно о вас, братья мои, что между вами есть спор, я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Полосов, я Кипин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? 1 Коринфянам, 12, 10, 13. Уже давно заметил, что люди приходят в храмы не к Иисусу Христу, они приходят в секту, в кавычках, отца Михаила, в секту отца Александра, в секту отца Евгения. То есть люди приходят под конкретную личность настоятеля и, через черточку, или священников на приходе. И именно это становится психологическим самоограничителем роста общин. Люди, которым священники прихода не подходят по психотипу, со временем отсеиваются и уходят в другие храмы. И горе, если на приходе подбираются два одинаковых психологических священника. Они-то будут служить душа в душу вместе. Только вот на приходе, как было 55 человек в воскресенье, 10 лет назад, так и будет потом. Притом это открытые двери, заходи любой. Прихожане годами приучены получать религиозные услуги в традиции секты отца Михаила, видя иные предания старцев, иные модели поведения, проповеди и тому подобное в секте отца Владимира начинают их воспринимать как неправильные, даже еретические. Запомните, главный недостаток любого религиозного мышления это шаблонность. Именно это, точнее то, что не соответствует шаблоном наших православных сектантов, предопределяет травлю талантливых проповедников и миссионеров, которые, будучи талантливыми, проповедуют и служат шаблонно. Я не знаю, закончу я или нет считать. Я не думал, что такое большое выступление будет. Но добивать мне до конца надо уже. Даже все уйдут, я дочитаю. Как-то выступал на одном из приходов, говоря о шаблонности мышления верующих людей и указывал на недостатки приходской жизни, чтобы способствовать увеличению общины и ее миссионерскому успеху. И что вы думаете? Меня две женщины, словно сорвавшись с степи, перебивали на каждом слове, перечили. А она даже с возмущением заявила, что, мол, какое имею право указывать на чужом приходе? Действительно. Какое право имеет оперихальный миссионер критиковать порядки в ее любимой секте? Ей все в этой секте нравится? Секте, в кавычках. Нельзя представить, с каким неистовым сопротивлением в наших сектах, в кавычках, на приходах в русской православной церкви сопротивляются и будут сопротивляться священники и прихожане нововведениям, которые в действительности могут улучшить качество религиозной жизни. Это нужно было видеть, как корежило некоторых томских священников на перехальном собрании, когда, например, митрополит потребовал, чтобы перед крещением священники проводили две обязательные огласительные беседы. Ой, всего две беседы, Карл! Восписательный знак. Две беседы. А у нас подготовка была 500 академических часов в университете. Подготовка 500. Как некоторые находили по 100 отговорок, почему это не нужно. А 20-минутные беседы достаточно для вразумления наставления в благочестии. После такого мне приходит на ум мысль, что не только в бандиты и проститутки попадают люди, обреченные на вечную погибель, но и священники и епископы тоже. Именно нешаблонность служения протеерея Владимира Головина стала объектом самой ожесточенной травли. В нашей секте в кавычках наши великие старцы никогда не молились по соглашению. Значит, не должно быть запретить в нашей секте в кавычках наши великие старцы никогда вне таинства соборования не мазали маслом больных. Значит, этого не должно быть запретить в нашей секте в кавычках наши старцы только в чине егумена и епископа ходят с посохом. Запретить Головину в калошах ходить с посохом по улицам своей деревни, посох отобрать. В нашей секте, в кавычках, наши старцы не готовят себе за готи гробницы, запретить. В нашей секте наши старцы никогда не обращали внимания на то, что Назарянин, оказывается, был еще и человеком, человеческой физиологии, распять этого богохульника. Этих сектантов можно угомонить, только припомнив инцидент. Вот такой святой, а вот такой старец, так же делал. Евангелие цитировать им бесполезно. А старцы так делали. Ну, то есть и заранее гробы были у них, и это все было. Ну, ладно. С другой стороны, в шаблонах огромного количества людей вся совокупность действий в рамках служения протеерея Владимира Головина, наоборот, была образцом идеального провинциального священника, батюшки от народа, чего они не видели у своих бездарей и фарисеев на приходах. Вот и ехали к нему паломники непрекращающимся потоком. Так, отдельно стоит рассмотреть геттовость мышления в современном русском православии. Для раскрытия этой темы потребуется не одна статья. Если кратко, епископы, священники, воспитанные ими прихожане, живут в своеобразном ментальном гетто, которое не только ограничено соответствующими религиозными шаблонами в массе человеческими, не евангельскими, но и находится в ином времени, а именно в средневековье. И только редкие, самые прогрессивные, в кавычках, находятся в 19 веке. Я гляжу, уже за 2 часа проходит, а аппаратура рвет это, рвет как раз через 2 часа, кажется. Так что придется или мне составлять, или отдельными роликами. Но считаю, что я дочитывать буду, хотя бы все ушли, повторяю. Иначе мне потом не соединить это. Я виноват, мне тут и голубей надо выгуливать уже, но досчитать надо. Но еще не просчитал даже половину. Что же делать-то мне? Что делать мне? Ну-ка скажите, кто там слушает? Отставить это, прервать и потом... Ну, если половины еще нету, тогда уже никак. Так все, до конца досчитать? Да. Да, благодарю. Правда такова, что в приходских сектах, в кавычках, нашего гетто РПЦМП, находится около полпроцента населения. Близко к границам нашего гетто, в кавычках, живет около 5% населения. В реальности миссия направлена только на эти 5%, в кавычках, это восхитительный знак людей, психологически находящихся на приграничных к церковному гетто территориях. 95% населения России живет в постоянно меняющемся мире, в режиме реального времени, а не с замедлением в 100-200-500 лет. Для них наши предания старцев, средневековые обряды, феодальные порядки в наших сектах, социальная несправедливость на приходах. Раболепство, папизм, дикий и неприемлемый. Ну и здесь и сидит архиерей, крест у него на шапке, на этой инометре, а перед ним в поклоне до земли, ковер тут все, ну кто неизвестно. Для большинства нормальных людей вне церковного гетто средневековые обычаи РПЦМП дикие и неприемлемые. Вы куплены дорогою ценой, не делайте с рабами человеков. 1 Коринфянам 7.23 Еще до революции священники при встрече с епископом феодалом обязаны были сделать три земных поклона. Сколько людей в России пришло в ужас, сколько адвокатов испытало шок, как за 20 минут над Головиным происходил самый справедливый в кавычках суд в церкви Христовой. Эти сектанты из гетто даже не понимали, что они своим 20-минутным судом сталинской тройки, посвязательный знак, шокировали всех нормальных людей не из гетто. РПЦМП. Это марсиане десятилетиями не понимают, что их действия шокируют нормальных людей. А потом проповедуют, что сатана мешает людям перейти в церковь. В реальности только этого, ибо ради вас, как написано, имя Божия хулица у язычников. Рименам 2.24 Вот и получается, что в полумиллионном городе за 10 лет крестили 30 тысяч человек. А на приходах по воскресеньям на литургии, как было, 3 тысячи человек из 500 тысяч жителей города, так и осталось и даже начало сокращаться. Так это при открытых дверях любой заходи и выходи. А если им правило наше включить, что как зашли дверь на запор, из подсторонних никто не смел пристать к ним, 5-13 деяния апостолов, и у нас правило никого к себе не звать, запрещается, у них ни одного не будет в храме. Просто, ну, выметится все. Если за правило пропустил 3 воскресенья без уважительной причины, канон есть. Проспал, все, ушел. Чтобы вести эффективную миссию среди 95% населения, нужно преодоление нашего секта геттового сознания и изменение всей системы. И некоторые талантливые проповедники-миссионеры интуитивно это начинают осознавать, пытаются осмыслить или даже нести миссию и проповедь негеттовыми средневековыми методами. Как думаете, с чем они быстро сталкиваются? Он сказал им в ответ, хотите ли, отпущу вам царя иудейского, ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Пилат знал, а они нет. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучшего раба. Пилат, отвечая, опять сказал им, что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским? Они опять закричали, распни его! Пилат сказал им, какое же зло сделал он! Но они еще сильнее закричали, распни его! Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им вараву. А Иисус обид придал на распятие. Марка 15, 9-14. Вот это может поступить сверху на все эти сборы подписей, и все распни, и дальше будет. Что шахматов Алексей тут делает, человек из мира. И это все потопщет. Вы думаете, Евангелие о давно умерших иудеях? Оно вечно и справедливо для любого времени. Вот оно! Вот оно! Прямо о современной русской православной церкви. Духовная слепота, зависть бездарей фарисеев, бешенство шаблонно-мыслящей толпы и расправа ради угождения народу или ради угождения властям. Интересно, когда Максим сказал, женщин назвал, которые без мужей наживают детей со стороны блядями, сразу же архиерей его запретил. Архиерея в угоду народу, потому что многие стали женщины, а такими-то на букву Б, вторая буква алфавита, их церковь забита вся. Также после почти 20 лет противодействия тоталитарным сектам вынужден признать, он противодействовал, что за последние 10 лет не только ведущие борцы с этими сектами стали авторитарными гуру всех этих парисеев сектоведов, но вырос тоталитаризм во всей церкви. Огненные слова сказал Максим. 20 лет свободы 90-х, тире, ноль-ноль, закончились. И государство, и церковь все более становятся тоталитарными. Только сейчас начинаю понимать, как мне повезло. Я прожил самые свободные 20 лет за всю историю Российской империи. Это уже никогда не будет. Я это в университете все время говорил. Нигде в мире нет такой свободы, которую дал Бог. Нигде. Золотое время переживаем. Говорил, когда оно было. Вот Максим осознает сейчас, а у меня с первого дня было осознание этого. Между тем, именно в тоталитарных сектах из-за критики вышестоящих и именитых, из-за несогласия с курсом партии, в кавычках, из-за немощи и непринципиальных ошибок, с людьми расправляются моментально. Это я хорошо помню из лекции нашего ведущего стихтоведа Александра Леонидовича Дворкина. Феномен Кураева. Диакон Андрей Кураев – яркий и редко талантливый проповедник-миссионер. Сколько лет он искренне зазывал людей в церковь не шаблонными аргументами и примерами о красоте православия. Сколько людей было очаровано глубиной целостности и красотой православия через его книги. Сколько людей пришло в церковь благодаря его книгам и лекциям. Нашел фотографию такую. Андрей Кураев так смотрит, как пророк вперед. И вот еще важная деталь у Диак Андрея Кураева. Мало было в его книгах и лекциях того, что священное описание называет солью. Слово ваше добудет всегда с благодатью. Приправлено солью. Дабы вы знали, как отвечать каждому. Колоссиным 4, 6. Он долгие годы сыпал и сыпал мед и жемчуг. Никого не обличал, никого не критиковал. Разве Рериховцев? Систему не критиковал. Ничего самолюбия не задевал. От этого всеми был любим и охотно приглашаем. Я называл это тип миссии Кураевщина. Попутно сказать. В моих книгах я Андрея Кураева тогда упоминал, когда книги писались ровно 120 раз. И только два раза положительно. И несмотря на это, он обо мне после всего этого, когда приобрел книги, он ко мне сюда приезжал. Подаренные книги были ему все. Приобрел, называю. Не за деньги. Вот. Он начал вот это вот говорить. И обо мне так он возвышенно отозвался, несмотря на это. Второй такой человек, которого знаю, это игумен Кирилл Сахаров на Берсеневке от Храма Христа Спасителя, 200 метров примерно. И далее. Беда в том, что человек, живущий в смертных грехах, неосоленный, в чью совесть не постучал с евангельскими обличениями, даже после красивых, однозначно талантливых политкорректных лекций Кураева ко Христу не придет. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. Иоанн 3, 19, 21. Между тем, миссия – это всегда конфликт. Задача миссионера – вызвать в душе человека конфликт его нынешнего мировоззрения, его евангельской проповедью. Итог такого конфликта – либо человек приходит ко Христу, либо он начинает ненавидеть миссионера. Что мы считаем в деяниях? Медом бесконфликтной, бессолевой, кураевщиной можно привести не более 1% народа. Я добавлю, и такие же дохлые будут. Подозреваю, что он сам впал в эту иллюзию идеального православия, которую насощринял в своем шизоидном сознании. Это не югательство, это такой психотип. Но вот с годами, по мере роста его популярности, развития интернета и средств коммуникаций, диакону начали сливать грязь, которую проповедник не видел в забитых элекционных залах вузов. И случилось то, что является неврозом любого настоящего идеалиста-миссионера. Миссионер годами искренне старается, призывая людей в православную церковь, которую он полагает самой идеальной. Смотрите, у нас все идеально. Беру учения, каноны, иерархия, богослужения, обряды и т.п. Миссионер годами искренне усердно распинается, обороняя всю эту «идеальность» от нападок сектантов и безбожников. А на приходах, куда приходят люди от его проповедей, служат воры, бездари, парисеи, народ исполнен суевериями обрядоверием, епархии управляются корыстными пиодалами и садомитами. Что кураев? Я сам лично знаю митрополии, где на всех трех капитрах садомиты. Это приносит настоящую миссионеру боль, тяжелейшую тоску и скорбь. И вот рано или поздно миссионер от Бога, имеющий совесть, поворачивается от внешних к своим и начинает жечь глаголами обличения уже секты нашего гетта РПЦМП. И это правильно. Я вставку сделаю, когда считал у Данила Сысоева там экскурсия в храм и другое, я говорю, что он делает? А вы как? Наоборот, я храм человека никогда не приводить, пока совершенно он по-евангельскому не начнет мыслить. Он отвратится от этого, что увидит. А когда вы это поняли? С первого дня, как обратился. И поэтому меня вот все вместе взяты, они не достойны такого гонения, как я, поэтому столько на меня сотни, сотни, сотни роликов. Да почему? А вот это вот их... То, что есть. И это правильно. Только беда миссионера с феноменом Кураева в том, что он начинает жечь обличительными глаголами священников или епископов, Кипу, Аполоса или Кирилла, то есть персоналий конкретных человеков, думает, что если убрать того или иного, поставить идеального, то все будет хорошо. Да, с одной стороны, ответственность за проблемы и неэффективную работу организации лежит именно на руководстве. Кто главный, тот и несет ответственность. Написано, с начальствующей будет строгое взыскание. Премудрец Соломона говорит. И именно монахи и епископы несут ответственность за падение православия в двух великих империях, византийской и российской. Я говорил на занятиях в университетах, что если будет суд за развал России, то на первой скамейке будут сидеть те, кто имел доступ к душам, священники, учителя, преподаватели. Но миссионеру с феноменом Кураева в кавычках в голову не приходит мысль, что наши проблемы не от бездарности и некомпетентности, нравственной ущербности или иных личностей, а наши проблемы в дефектности всей системы с большой буквы. Причем это часто связано не столько с системными ошибками, но и с длительно, столетиями, смещенными акцентами религиозной жизни. Пусть они на меня не обидятся, Максим и Кураев, но вот это все у них появилось после того, как мои книги оказались у них. Им глаза Бог открыл, и мне все об этом пишут. Прямо оттуда. И если это так, то я только рад. А если не так, значит Господь подтвердил это, в двух или трех местах открыл. Но что определенно, после этого времени они увидели это все внутри православия, это безгранично верно. Это всеми подмечено. Почему? А Духа Святого потому что? Серьезных размышлений, соответственных его уму, о глубокой дефектности системы как таковой. Что с этим делать и чем исправить, не считая сейчас у протедьякона. Исправлять все нужно не с замены патриарха или епископа в садомитах, глуповатых, головяных, хамовитых, ткачевых, в кавычках все, а с глубокого анализа системных пороков, недостатков, смещения акцентов, пережитков прошлого, косности и тому подобное, то есть поражения системы парисейской закваской, которая отравляет Христову церковь преданием старцев, узлостью и несвободой, воскресательный знак, человеческого мышления, человеческих шаблонов. Понятие этого миссионерства на именном Кураева не может. Почему? Потому что проповедь такого миссионера всегда шаблонно построена на принципе «мы лучшие, у нас все самое идеальное». А мне когда говорят «а почему вы людям не разрешаете к вам приходить, приглашать?» Я говорю «потому что они увидят в нас карикатуру на христианах». Вот это слова мои. Мы этого как раз неговоримо показываем. Если у нас все идеально, в кавычках, что в случае возникших проблем виноваты только человеки, их личные ошибки, а не система. А еще ему мешает лицемерие, хроническая болезнь всех профессиональных парисеев и книжников. Неудивительно, что именно миссионеры и священники с феноменом Кураева, например, Ирия Георгия Максимов, становятся в ряды первых рядах травли головяных, ткачевых, пидосовых в церкви, которые в силу человеческой немощи совершили какие-то ошибки в проповеди, допустили резкость и тому подобное. Они думают, что из-за проблемности и недостатков системы, а именно из-за Кириллов, ткачевых, к нам в церковь не идут люди или уходят из нее. А этих нужно срочно, срочно обличить и лучше уволить. Этого спросили от Георгия Максимова обо мне, он мгновенно кинулся и все. Я так посмотрел на него, о-о-о, ой-ой-ой. Между тем, просто человеческая немощь, не основанная на нравственном пороке и корысти, в миссии совершенно не мешает. Не мешает миссии церкви ни академическая малообразованность, головина, ни хамство, в кавычках, ткачева, ни воняющая, ни стирная ряса Кураева, ни безграмотность некоторых писак. Но Бог избрал не мудрая мира, чтобы пострамить мудрых, и не мудрая мира избрал Бог, чтобы пострамить сильное. 1 Коринфянам 1,27. Повторяю эту статью, я не читал, не знаю, чем она закончится, но соглашаюсь, пока нет того, с чем не соглашаюсь. Читаю вживую, первый раз. Он мне скинул ночью сегодня, Максим Степаненко. Все свои новинки, все скинул, некоторые повторно. Но сокровища себе мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам. 2 Коринфянам 4,7. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделал совсем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. 1 Коринфянам 9,22. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. 2 Коринфянам 11,30. Увы, чем талантливее миссионер и проповедник рассказывает об идеальности РПСМП, тем сильнее в нем накапливается раздражение и агрессия на нашу системную неидеальность. И стоит Ткачевым по немощи ляпнуть не то, как вся эта агрессия, моментально, конечно, лицемерно, со злобой канализируется, но не на систему, а на свято и непорочные таковы, а на персоналии, на головяных, ткачевых и тому подобное. Раздражение лицемерных идеалистов и холопов. Заголовок. Раздражение лицемерных идеалистов и холопов тесно связано с феноменом Кураева. Бывает даже переплетено, но оно обусловлено искажениями коллективного сознания. Человеку в толпе хочется, ну, очень хочется верить в то, что он находится в самой лучшей идеальной толпе. Народ тейп, футбольная команда, сообщество, организация, приход, государство, ну, подобное, в которой я нахожусь, идеальны. Бывает и так, идеальный человек может быть только в идеальном сообществе. Естественно, когда кто-то в толпе или церкви говорит неидеальные слова, начинается дикое лицемерное озлобление идеалистов в толпе. И вот что я подметил. Чаще всего злоба начинается с бабе истерики. И не всегда даже с самых женщин, а с истерики их подкаблучников. И тут рисунок около церкви. В 1889 год художник Иван Творожников. Сколько нищих стоит. И как одеты. Это все надо было срисовать с натуры, конечно. В этом контексте стоит тонко выделить реакцию верующих с холопским мышлением. Вы думаете, оно исчезло в России после отмены крепостного права в 1861 году? Сейчас в России самая высокая концентрация людей с холопским мышлением именно в русской православной церкви. Как Осипов говорит, вот это царь искупитель и проще. Антихриста примут именно первое православное в России. Осипов говорит, Алексей Ильич, эти исторические безумные люди не только мечтают о возрождении в России монархии, чтобы стать не только рабами капиталистов, но холопами царя и дворян. Царь-то без дворян не существует. Они также трепетно, с истинно холопским рвением и подобострастием, достойным рассказов Чехова, подчинают наших церковных феодалов. Холопов почитают наших владык, как это делали крестьяне 200 лет назад. Хотя, правильнее сказать, эти холопы развращают молодых священников и епископов, что те через 10 лет превращаются в типичных, самодовольных, средневековых феодалов. И когда наши православные холопы считают критику на феодалов, вот, например, под дьякона Андрея Кураева, они, конечно, приходят в ярость. Ведь слава холопов, слава его феодала. И, конечно, они искренне верят. Да, их в этом сами феодалы убеждали на протяжении 2000 лет, что их власть именно от Бога. Что если Бог поставил или поставит феодала, то есть епископа или царя, то это будет самый идеальный вариант. Ибо разве Бог может что-то неидеальное поставить во главе епархии или империи? А то, что часто, когда начинается преподаватель семинария, руководитель иперхального отдела, руководитель священник, епископ, рядом Бог не стоит. Рядом Бог не стоит. Мало кто осознает это. Свороченное преданием старцев умы фарисеев мнят, что если они совершили таинство, рукоположение, то Бог просто обязан подчиниться именно их выбору, обязан отсыпать в воск благодати и талантов и тому подобное. Эти фактически разновидность магического сознания. Вера фарисеев – это вера в обязанного и принужденного ими, человеками Бога. Вот поэтому фарисеи – это всегда богохульники. И именно для этих людей с холопским мышлением критическое осмысление реалии жизни православной церкви – это всегда хула на церковь. Заголовок. Отсутствие понимания системных проблем в русской православной церкви. Как считатель уже начал догадываться, подвожу к выводу, что травля талантливых проповедников и прямо и косвенно, и просто, и многосложно, связана с отсутствием понимания системных проблем в русской православной церкви. Для чего? Но обсуждение системных проблем и попыток что-то исправить вообще отсутствует. Все делают вид, что у нас все идеально. Мещеринов только заикнулся о проблемах в церкви, теперь только о бахе и музыке рассуждает. Федосов только один номер ЖМП критически разобрал, и через полгода в запрет. Вот Максим Степаненко, и тут записано, так, откуда-то он снял, я сейчас возьму стекло уличительное и прочитаю еще. Так, за счет, я-то думал, что о глубоком системной кризисе могут анонимно говорить священники только на Ахилле и Игнатий Лапкин на своем канале. Еще пара таких роликов из здравомыслятца Андрея будет невозвратно установлено в его голове. Я ему говорил, Андрей, приезжай, тут у меня, показываю, лацкарты готовы, назвал шконкой, сухари готовы. Но тогда даю максимум три года, и наш кибер-поп будет уже не руководитель репархиального отдела. Система безжалостно расправляется со всеми, кто начинает мыслить несистемно, да еще критиковать систему. Отче, начинайте продумывать, какие перспективные модели палаток будет шить. Вот пишите, тогда только на Ахилле и Игнатий Лапкин на своем канале. И Максим все помнит. Все. И дальше. А я в своем пророчестве, дальше пишет, ошибся в сроках. Не через три года, а уже через полгода система расправилась с протереем Андреем Федосовым. Не немощи людей, но эти системные проблемы позволяют накапливаться бездарям, фарисеям, садамитам, церкви, которые потом и вытравляют из нее таланты. Именно эти проблемы делают приходскую и прихиальную жизнь не идеальной и тому подобное. А обсуждать системные проблемы в церкви в этой статье я не буду. Иначе столкнусь с такой злобной травлей, что не снилось всем вместе вначале пересисленными проповедниками. Только обозначи тему. Ну, не знаю, Максим. Просто ты еще дулевища всех этих не упомянул, которые на меня там скинулись. И благодати у нас нету, и батюшку запретить надо, и то другое. То есть от нас отказались все. Благодати нету. А что служит у нас митрополит Сергий Байников и прочее? Это ноль внимания. Я всегда вспоминаю слова Исидора Пелосиота. Это я вставку делаю. Предвзятость не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. Злоба. Ну, вот он говорит, что Максим Степаненко. Нет, Максим. Я эту первенство никому, наверное, не уступлю. Не по своему желанию. Сколько на меня нападают. Повторяю, за семь с половиной месяцев мне пришлось заблокировать семь с половиной тысяч богохульников. Которые забрели не туда. То есть каждый месяц тысяча новых людей нападает на меня. Это не только Дудины, Дулевичи и другие из Америки. Но новые люди, целая система вышла, специально выпускают буклетики и с ними ходят по городу, раздают против ереси Лапкина, псевдоправославного проповедника, против книг. А только что, ну, недели две назад прислали мне, что распространяют в Новосибирске. Я не знаю, кто из них там главный, какой. Но именно так, прямо. Новое поколение, третье даже уже рождается, которые меня знать не знают. И только на одном. Какую его беседу не начали? На мною начинается и заканчивается. Любое епархиальное собрание. Было так, когда был здесь епископ Максим Дмитриев. Это мне священник говорил. Ну, тут недавно старообрядец приехал, мы там были. Там такая злоба, говорит, кипит буквально. А что? Ничего. Это мой крест, моя высшесть. И за то, что я говорил. У них, главное, теперь кинулись на книги. Любым путем выманывать из библиотеки. Что они для семинарии нужны. Ну, то есть лгут. Говорят, жгут мои книги. Но пока ни одного случая нигде не видел. Повторяю, в каждой книге у меня три тысячи ссылок на священное писание. Вот. Евангелие мы давали. Евангелие. Здесь Новоалтайск. Священник вышел и говорит. Вот тут ходят приспящники Лапкина. И Евангелие жгли прямо во дворе храма. Говорят, передали мне. А которое крещение, материал я раздавали. Искистному православию. Тут же порвал. Вот так с ними надо расправляться. То есть при одном имени моем, они теряют полностью. Злоба вообще отнимает разум. Теряют разум. Так что я тут небольшие вставки делаю. Ну, потому что живая здесь у него. Как назвать здесь статья? Или как? У Максима. И вот дальше. Что? Монастырская трапеза. Художник Василий Перов. 1865-86 годы. Вот оно как. Кланяется, благословения просит. Открывает бутылку там. И еще одна картина. Тут то ли... Освещение публичного дома. Художник Владимир Маковский. 1900 год. Публичный дом освещают. Чтобы все было по норме. Все было освещено, красиво, светлое. Вот так. Художник Владимир Маковский. 1900 год. Дальше. Статья о лицемерии и некомпетентности епископата. Как Златоуз говорил. Никого так не боюсь, как священников. Это многообразное явление. Тут можно писать целую книгу. Но я заужу. Это вот до каких рамок. И тут все очень просто. Ответственность за происходящее в любом месте несет главный. Глава семьи, командир, директор, губернатор, епископ. За аварию в цеху несет не рабочий, допустивший аварию, а начальник цеха, который не смог организовать на высоком уровне обучение, повышение квалификации персонала, систему безопасности, совершенствование технологии, ремонт, модернизацию оборудования и тому подобное. Вот в епархии появился священник, миссионер, проповедник, свой Головин, Федосов, Каскун, Качев, который начинает активно писать статьи, книги, создал популярный сайт, блог, создал видеоканал, в котором за три года выложил более двух тысяч видео, которые просмотрели более 26 миллионов раз. То есть в епархии появился проповедник, который проповедует больше всех вместе взятых священников епархии, и который в 10 раз, а то и в 100 раз интереснее людям, чем сам епископ, и все епархиальные бездари в рясах. В любой нормальной человеческой организации, тут кого он говорит, это слова, когда он обо мне говорил, посылал 10-100 раз, это было время такое, когда от нас выехал он, прямо взято оттуда, перекопировано, в 10-100 раз там. В любой нормальной человеческой организации, управляемой компетентным руководителем, такой талант не только получает поддержку, материальную кадру и тому подобное, но и пристальное внимание компетентного начальства, который будет прослеживать творчество проповедника, чтобы вовремя обнаружить человеческие немощи, которые рано или поздно дадут свой негатив, и вовремя, в отсутствие знака, их увращивать и исправить. В том числе и ради блага проповедника, кто быстрее бежит, тот больнее падает, если оступится. Я не говорю, что в карликовых, че или к епархиях десятки головяных или фидосовых, что у епископов нет времени лично прослушать все их видеозаписи, и увидев негативные тенденции в духе отеческой братской любви указать на ошибки, обсудить и разобрать ту или иную проповедь, или назначить опытного доброжелательного цензора. Если бы наши епископы были компетентными управленцами и действовали как истинные пастыри, разве произошло то, что произошло с Протеереевым, Максимом Каскуном, Владимиром Головиным, Андреем Фидосом, Андреем Ткачевым? Все эти люди только возрастали в своих талантах и радовались своими раз от раза совершенными проповедями. Разве ситуация с Головиным вызрела за две недели, два месяца, даже не за год? Если там было реальное беззаконие, почему его еще в корне не уврачевал епископ? А теперь плохой Головин лишен сана, а его начальник служит с чистой совестью. Вне нашего православного гетто в нормальных человеческих организациях, где еще есть понятие чести и в таких ситуациях, либо подают в отставку, либо с усердием ращуют проблемного, но однозначно талантливого специалиста. За епископскими репрессиями против талантовых проповедников всегда стоит лицемерная попытка скрыть свою управленческую и пастырскую некомпетентность, но и не только ее. Если же происходит то, что описал протодиакон Андрей Кураев в публикациях в ЖЖ, живом журнале, о суде над протодиареем Владимиром Головиным, такой критик из центра, Савва Михеев в разговоре с епископом сказал, либо он, либо ты. Вот и все канонические основания. Вот все, что нужно знать о церковном суде, в кавычках. Пиадал не будет покрывать холопа. Зачем? Он холоп должен только подчиняться. А то, что, по слову Господа, епископ – это слуга народу, это даже и в голову никому не приходит в имперской русской православной церкви имперского московского патриархата. Нет! Вру! Раз в год в Великий Четверг происходит имитация этого. И ноги умывает священникам. Впрочем, христиане с обильными дарами от Бога никогда не ведут себя, как холопы, но как власть и силу имеющие. Их уверенность – восхитительный знак, достоинство – восхитительный знак, независимость – восхитительный знак, инициативность, сила, ум – восхитительный знак. Все это так дико пугает и раздражает феодалов в 21 веке. У даровитых людей мало недостатков, опираясь на которые ими можно манипулировать. Вот это все сохраните, что сейчас считаю. Потому что, мне кажется, это заставят убрать. Вот такое мнение. Или уберут, через разное там бросятся, если Дудин, Сергей нажмут, и это все могут убрать из интернета. Я скопировал, у меня уже не уберешь. И все это на дисках. Повторяю, вот такое, что Андрей говорит, Андрей говорит, Максим, это не счастье один раз в столетие бывает. Слушайте внимательно, что я говорю. Это же ситуация у старообрядцев. Когда пришел к ним экстраординарный профессор Санкт-Петербургской академии, бископ Михаил, то что с ним сделали? Семенов фамилия. Он не мог не причаститься, ничего, и кончил умопомешательством, и убили его там. А потом Дурасов Семен появился. Это уже недавно, лет, может, 15 назад. И все высказал старообрядцам. Немедленно смели его. То есть это давнишняя закваска. Ни старообряд, ничего не помогли по-человечески разобрать. Я их разбирал. Они сказали самую правду. Прямо копия, вот то, что здесь говорится о патриархии, а там о старообрядчестве. Дальше. Еще за этим стоит зависть. Помните, об этом все время твердит Слово Божие. Перосвященник же, и с ним все принадлежащие к ереси садукеевской, исполнили зависти. Деяния 5.17. Я делаю вставки, что касается меня. Вот новый у нас и митрополит сейчас присланный здесь, митрополит Сергий Иванников. Это не системное только. В системе он, конечно, но как он относится? Я беру только по отношению к нам. Вот потеряю, как он служит. Богослужение уже закончилось. Подходим ко кресту. И он мне говорит. Ко кресту просто подходим. Благословицы. Скажите проповедь. В храме. Я чтец. Я говорю проповедь. Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Когда-то мы шли с ним, у него широкие рукава, как у всех. Я говорю, как шире, чем юбка у цыганки. Это все Греция нагородила нас. Он улыбнулся и поддакнул. Я говорю, чтобы нас не разручили завочно. Он сразу показал пальцы, говорит, стущи от рогами против. Он как отец родной у нас. И Максим как-то Степаненко о нем отозвался. Вот смотрите. Мы-то к РПЦЗ относимся. И наша нерегистрация ничего не менялась. Из-за чужих заступается. А у нас, говорит, свой своих топит и грызет. Вот Максиму Бог открыл здесь глаза. Считай дальше. 2000 лет епископы, которые получили власть в церкви, своими же устами убеждали паству в особой своей исключительности, идеальности, превосходстве, наделенности особыми правами талантами, дарами, благодатью и т.п. К тому подобное. При этом каждый старец ссылается на слова другого авторитетного старца. И так до бесконечности. В конце концов, они сами в это поверили. И сейчас немало из них искренне верят, что с рукоположением в епископы они автоматически получают плюс 100 к мане, плюс 100 к уму, плюс 100 к ловкости, плюс 100 к компетентности и, конечно, тысячи к идеальности, плюс. Что будет, если в епархии с таким епископом, пребывающим в лицемерном самообмане, появляется юнит, которому Бог насыпал аж 5 талантов, 180 кг маны. Будет вот это, первосвященник, что и с ним все принадлежащие к ересе саддукейской, исполнились зависти. Деяния 5,17. Бездарь епископ не будет исправлять проповедника в случае его погрешности. Он просто будет ждать ошибки. И все. Мгновенная торжествующая расправа. Аминь и аминь. Это я добавляю. К слову сказать, что такой епископ не по преданию старства, а по слову Божию. Малый человек. Кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Матфея 27,27. Или Исев призвал двенадцать и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. Марка 9,35. Епископ, старший священник, выбранный из своих равных, непришлый, проверенный, призванный вблизи порядок в нескольких приходах, надзиратель и все. Какое чудовищное попрание заповедей Господа, Духа Евангелия, называть владыку из большой буквы того, кто должен быть рабом и слугою Церкви Божией. То есть здесь явно, что Максим вышел за рамки, до которых будут его исправлять. Нет, сожрут и не подавятся. Молитесь за Максима Валерьевича, если не ошибаюсь, так величать его. Степаненко. Мне его Бог открыл, когда на него напали все. Я прочитал и выступил. Он сразу же откликнулся и говорит, Игнатий обо мне дозвался так, такими словами, чего я сам о себе бы не сказал. И еще, далее считаем, кто имеет разум, да разумеет, что уже более тысячи лет в православной церкви епископы ставятся по преданию старцев, а не по слову Божию. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал, если кто не порочен, муж одной жены. Детей имеет верных, это жирных, жирным шрифтом, неукоряемых в распутстве или непокорности, ибо епископ должен быть не порочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не убийц, не корыстолюбец, но странно любив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящийся обличать. Критуту 1.5.9. Если бы епископы ставились по слову Божию, а не по преданию старцев, в церкви не было ни одного садомита. Увы, именно ангельское, в кавычках, монашество заражает садомией церковь. У меня об этом статьи есть, когда в церкви стали ставить только из монашества епископов. Как это противозаконно, противоестественно. У меня ни одна статья про это написана. Григорий об этом Петров писал. «Если самое главное в церкви ставится по преданию старцев, то не становятся ли они в кавычках неумеренными ревнителями отеческих законов, преданий, с вытекающим из этого реальным богоборчеством, смотри выше, что писал о парисеях, в том числе и борцами с талантами, которых Бог поставил проповедовать». У меня заготовка есть такая, к этому добавлю в конце, что об этом говорит Тарабиш Митар и митрополит Сергий Строгородский. В свое время просчитал одного высококомпетентного столпа американской рекламы. Оказывается, он привез из России набор матрешек. Их присылал к каждому новому топ-менеджеру своей компании с запиской. Ее смысл в том, что если ты самая крупная умная матрешка, то все нежестоящие, которых ты будешь нанимать, все менее компетентные люди, чем ты, то будешь руководить карликами, полными бездарами, на самых нижних ступенях. Но если ты самая малая матрешка, то твои заместители умнее способны и тебя, а их подчиненные еще умнее способны и так далее. В таком случае ты будешь руководить гигантами. Так вот, бездарные, некомпетентные епископы в епархиях, это самые крупные матрешки. Секретари епархии, матрешки поменьше. Руководители епархиальных отделов еще тупее. Иногда кажется, что для руководства отдела выбирают самых никчемных для этого дела людей. Настоятели еще менее компетентны. Простые священники теряют черный ужас. Вот когда она там 24 ТВ снимала, снимали у нас Анна Афанасьевна, говорит, такая замечательная, репортер, но надо отрицательное взять. И что? И едут в Кемеровскую епархию, какого-то находят такой хмырь, хмырь, другого назовешь. Какая физиономия у него, но до того льстивая, жирная. Евгений Ударцев. И вот он начинает, вот Лапкин выщит лжи детей, потому что дети убегали. Убегали и ложь. Как совместить? И вот он стоит, кривляется и говорит, поехали туда специально. То есть он запасной игрок, он нужен, нигде такого не найдешь, он за это получает. И это знает руководитель. И туда поехали. Кемеровская, кажется, епархия. Я называю их как. Вот дальше матрешки тут стоят у него. Сейчас-то в наших епархиях самым компетентом оказывается епископ. Далее по нисходящей компетентность обрушивается. Обрушается. Если священник, оказывая умнее и талантливого епископа, от него пытается избавиться. Это происходит во всех организациях и коммерческих предприятиях, действующих не на товарищеских принципах. Бездарный руководитель подбирает еще более бездарных подчиненных, чтобы на их фоне казаться именно, казаться более умным. Вот я все это в ставке делаю, но вставка оригинальная, больше нигде ее такой не найдешь. Мы сидим в синоде. В синоде епископ сидит, повторяю, это июль 1992 года, город Нью-Йорк. Ну и епископ тогда был секретарем, который сейчас первосвятителем является митрополит. Тогда был епископ Иларион, Капрал фамилия его. И у него какие-то пришли и на него там нападают. А он простой-простой. Простота его удивительная. И вот они его обвиняют. А я сижу рядом, журнал там, смотрю царских дочерей, как одна из дочерей папироса у ней во рту, расстрелянная, которая Анастасия, кажется, бойкая девчонка была. И вот на него нападает двое, муж с женой. Я гляжу, он пригорюнился. Ну, он говорит, тогда выйдите, пока я тут все напишу. Он мне вышел, а я ему говорю, Владыка, я по-другому-то как его назову-то, не скажу, брат Миша. Я говорю, Владыка, а они не правы. Почему? Я говорю, Ганн, Шестобор говорит вот такое правило, а Шестой Вселенский вот такое. Да вы что? Он сразу посмотрел и на меня так возделся. Так вы что наизусть правила знаете, не только Библию? Да нет, я наизусть ничего не знаю. Ну, это так. Он тогда сразу их вызвал, им написал правила, говорит, нет, я поступил правильно, вот так было. Вот он живой, мог бы выслушать это. То есть не все считают себя умнее, и он больше он прислушивался, что я говорю. И он говорит, тогда никуда не уходите. Тут еще жалобщики есть, вы мне помогите тут разбазариться с ними, разделаться. Вот. Вот такое дело. И это же было, когда я выступал у них с одной там с кафедры, не знаю где, в Сакраменто или где, и в первых рядах сидели, специально, говорит, приглашенные люди, а я как-то доклад делал в Жандарминском монастыре под заглавием «Будущее русской эмиграции во свете Святой Библии». А вот здесь так, в первом ряду сидел митрополит Виталий Устинов. Я когда говорил, и вдруг лежу, он поднимается быстро, быстрым шагом, как молодой, и подходит к капитре, у меня микрофон отобрал, и как-то, пасты-то сидят, а зал большой, переполненный буквально. Он говорит, вот, я сколько раз вам говорил, наконец-то нашелся человек, который подтвердил это, что я правду вам говорил, и опять пошел, улыбается. Потом, я говорю дальше им, как проповедь, что там, как назвать, не знаю, беседу. Он опять поднялся, и опять микрофон у меня отобрал, и сидели за столом, когда епископы, там несколько, и метрополит, и он обращался ко мне с вопросами. Вот я встретил людей, которые вот так поступают. И меня один священник, могу даже назвать, отец Иоанн Суворов из Тульской епархии, и говорит, а есть ли у нас такие, где епископы, которые не берут поборы, вот посещают, когда со свитой, и везде конвертики приготовят. Я говорю, я знаю такого. И что, в России? Я говорю, да. Совсем не берет? Я говорю, нет. Да не может быть. А кто такой? Я говорю, записывай. Евтихий, фамилия Курочкин, он у нас 13 лет был епископом, у него рваные носки, не можем заменить его. Вот он, никогда ничего не попросит. Никогда. И который меня просил точно так же сказать проповедь в храме при епископе, который в алтаре. И я сказал проповедь на тему ЕФОД. ЕФОД. Вот когда подкончилось, он вышел, где вы берете это все? Самоулыбается где? Я говорю, нет нигде. Я беру, просто молюсь, и вот показал щетки, и все. Потом. То есть, вот это вот есть исключение. И дальше. Повторю передыдущее. И это происходит во всех организациях и коммерческих предприятиях, действующих не на товарищеских принципах. Бездарный руководитель подбирает еще более бездарных подчиненных, чтобы на их фоне казаться, именно казаться более умным. Бездарные епископы с легкостью расправляются с талантливыми людьми, совершившими некритичную ошибку, и на фоне которых им очень неуютно, но никогда не избавляются от бездарей вокруг себя. Заметили? А почему? Потому что без бездарей в своем окружении его бездарность станет очевидной для всех. Так-то? Опять вставлю вставочку. Нас сильно притеснять начал угнетать наш епископ за мои статьи о слове, что все должно быть по-русскому, и любви врагов ваших, и о благовестии. Три статьи мои. Меня исключительно батюшку запретить служение. Но кроме как в частном порядке он написал письмо, дальше ничего не было сделано. Никаким образом не опорочил, ничего не сделал. А как-то ехал он с кем-то, и обо мне разговор зашел, а он говорит, тут у меня скупейка, а я ездил, как-то замерз. А Игнатий снял свою шапку, да на меня и надел ее, говорит, прямо на скупейку, да какая же у него голова тогда. И он и побоялся при людях сказать, и говорит, когда я бываю там, я никогда не уезжаю, чтобы не получить толчка к энергии, по-другому делать все. Вот такой епископ. Его не оценили, пять лет домодедовским патриархам его поддержали, и все, теперь на покое. Богоявленский храм, город Ишип. Он еще живой. Еще есть возможность его призвать в эту толпу епископов. И он все время говорил об ужасе системы с большой буквы. Запомните, о ком я говорю. Он еще живой. Совершенно бескорыстный. И все, что говорится вот это, он не побоялся сказать при людях о том, как я сказал проповедь. И чтобы я сказал ее именно, приехал меня в частном порядке, рукоположил в чтеца, чтобы я мог говорить проповеди при епископах. Вот какой у нас был епископ. И это я говорю с полной ответственностью за свои слова при живых епископах. Последний пример чудовищной некомпетентности и духовно-нравственной ущербности епископа события последних годов в бийской епархии. Поищите в сетях. При этом наша трагедия еще и в том, что в церкви нет механизма избавления от некомпетентного епископата. Раньше люди долго не жили. Епископ в среднем более 10-15 лет на капитре не находился. Сейчас же благодаря медицине некомпетентное управление сможет разрушать епархию по 25-35 восхищательных лет до 75 лет. Заголовок Возрождение за 30 лет бесплодного древа, которое Господь срубил в 1917 году. 2000 лет назад Господь через пророков вполне ясно указал, от чего будут гибнуть церкви, государства и народы. Уже секира при корне дерев лежит. Всякое дерево неприносящее доброго плода срубают и бросают в огонь. Лука 3.9 С ужасом все более и более осознаю, что наши епископы возродили за 300 лет то бесплодное древо в кавычках, даже еще более порочное, которое Господь начал рубить в 1917 году в России. Если бы можно было, три раза аминь бы сказал здесь. Но только два раза можно. И если это тоже бесплодное дерево, то оно уже предуготовлено к уничтожению. За каждой фразой две руки поднимаю. если поезд с большой церкви едет к пропасти, то человеколюбивый Бог не начнет закрывать двери в его вагоны, чтобы туда не попало много людей. Простите меня, что я хочу сказать, но мне кажется, может быть, в эйфории я нахожусь, считая вот это. Но здесь сам Господь уже водил рукою брата нашего дорогого Максима. Я об этом сотни раз говорил. Сколько людей считало эти строки и не видело их пророческую суть? Горе вам, книжники, парисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делайте его сыном гиенны, вдвое худшим вас. У меня в каждой книге про это написано. Добавляю. В этих строках состояние миссии накануне гибели Ветхозаветной пустым домом. Матфея 23, 38. Оставленным Богом. Эти строки говорят о миссионерском кризисе. Какое огромное усилие совершали книжники и парисеи, чтобы обратить хотя бы одного человека. Видя церковь, находящуюся в миссионерском кризисе, можно не сомневаться. Вот бесплодное древо, которое ждет своей секиры. И всем этим дулевичем, всем этим дудином и прочим кырдык. То есть полное уничтожение беспокаянное. У них покаяние не ожидается и по всей грань видимости пришли грань, где молитва не принимается. Ты не молись за них, Господь говорит, ибо я не услышу тебя. А за Сергея Тодудина я молюсь, у него квартиры нету и каждый день молюсь, несмотря на его превращение в дракона. У бесплодного порочного древа перед уничтожением Господь везде отнимает таланты. Вот Господь, Господь Саваоф отнимает, отнимет у Русалима и у Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою, храброго вождя и воина, судью и пророка и прозорлица и старца пророка прозорлица и старца жирно взято, пятидесятника вельможи и советника и мудрого художника искусного в слове, искусного в слове жирно, и дам ему отроком в начальнике и дети будут господствовать над ним и примещание редакции смотрел рукоположение во священнике раньше тридцати лет и в народе один будет угнетаем другим и каждый ближним своим жирным все, юноша будет нагло превозноситься над старцем и простолюдин над вельможей Исайя 3 глава 1-5 стихи что происходит в церкви которая не бесплодная древа считайте книгу Деяния апостолов святых и так охотно принявшие слово его крестились и присоединилась в тот день душ около трех тысяч хваля Бога и находясь в любви у всего народа Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви Деяния 2 1-4-7 и еще церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое и назидаясь и ходя в страхе Господнем и при утешении от Святого Духа умножались Деяния 9-31 считайте находясь в любви у всего народа вот Андрей Кураев говорит да, она была и в любви была она гонимая но в таком презрении как сейчас патриархия никогда не была я вот сейчас в щату рулетки нахожусь а почему в церковь не ходите которые ходили все сто процентов отмечают из-за их жирности что они делают и главный конечно упрек на патриарха еще есть глупцы или наивные которые полагают что наша русская православная церковь находится в возрождении и не ввалилась в штопор миссионерского падения в 80 процентов крещенных и только 0,5 от всего населения в храмах на литургии в воскресении уже крестят менее половины рожденных младенцев венчаются менее 4 процента заключивший брак в ЗАГСах маленькую поправку внесу у меня есть из седьмы язычества тут одна у нас говорила работала со студентами 5 лет 3000 человек опрос вела и вот она как раз из мрака язычества показала 0,3 процента что-то знает из крещенных не 0,5 процента а 0,3 еще в два раза уменьшить надо на 300 человек один просто катастрофический обвал поступления в семинарии поступает на очное отделение наших семинарий по 5-7 человек в одну семинарию в 2018 году на очное отделение поступило 2 человека мужчины не хотят служить священниками синодальный миссионерский отдел выродился и деградировал в сравнении с тем что было при патриархе Алексею II это я говорю на основании своего почти 20-летнего опыта служения в миссии кто не в теме и без опыта посмотрите его официальный сайт этого уже хватит чтобы впасть в уныние за 15 лет не издано ни одного нового учебника по сектоведению апологетического справочника не проведено ни одной общецерковной сектоведческой апологетической конференции и считайте дальше 40 семинарских импотентов по сектоведению статья Максим Степаненко травят всех буквально всех талантливых проповедников миссионеров уничтожают последнее дыхание Духа Божия во все возрастающем мертвом море завистливых бездарей и парисеев погиб серьезный печатный богословский журнал Альфа и Омега он был основан весной 1994 года по инициативе филолога Марины Журинской 2013 год последний номер 61 2011 года хорошо что нашлись энтузиасты которые выложили архивы журналов сеть погибло первое и вполне удачное сетевое научно-богословское издание Богослов.ру при Московской Духовной Академии недавно протодиакон Андрей Кураев сообщил проект православной циклопедии решено придушить редакция получила указание вдвое сократить славник еще не вышедших томов а также значительно урезать объем статей дескать нет денег пока энциклопедия дошла до 52 тома и буквы О очень жаль где-то к 15 тому П.Э. православная циклопедия стала поистине научным уникальным проектом но у патриарха иные приоритеты и наверное П.Э. суждено стать последней большой энциклопедией на земле изданной бумажном виде пока православная циклопедия живет она дает жизнь стимулирует стеркви развития высокой науки в области истории богословия догматики экзегетики литургики апологетики и многого многого другого и как думаете в семинариях куда поступают по 2-5 человек в год будет развиваться высокое богословие почему русскую православную церковь накрыла бесовская волна ожесточенной грызни своих своими же из поезда РЖД РПСМП который спешит к пропасти фарисеев бездаря сталкивает всех тех кто еще может попасть в царстве небесное вот поезд идет картина такая интересная и они сталкивают туда в пропасть их Эквадор поезд Рио Бамбо называется нос дьявола надо надо же так продолбить и поезд туда пустить вообще шпалы свешиваются над пропастью лично уже не могу звать людей в церковь по принципу у нас все лучшее совесть не позволяет так лицемерить дошло после 20 лет службы церкви могу с грустью сказать себе что сейчас Русская Православная Церковь самая социально несправедливая организация можно и обойдусь без персональных примеров накопившихся за все эти годы вопрос могу звать к нам людей умных предельно стойких и талантливых для того чтобы они попробовали сделать Русскую Православную Церковь по-настоящему человеколюбивой и самой социально справедливой организацией в России какой и подобает быть Церкви Христовой если и звать талантливых людей в церковь то только к нам на Голгоп и исповедищество да и все желающие жить благочестиво Христе Иисусе будут гонимы 2 Тимофея 3.12 со словами Господа вот я посылаю вас как овец среди волков и так будьте мудры как змеи и просто как голуби Максим Степаненко на злобу дня 18 марта 2019 года сегодня я считаю это 21 марта и слава Богу я на странице разнес при шрифте 20 59 страниц ну можно считать 60 вот я засчитал все благодарю кто слушал и теперь надо с этим материалом поправиться отдельно отрезать я постараюсь выставить и во всех везде где только можете везде выставляйте эти ресурсы и ссылки там еще есть две статьи но я их тут не беру но на их ссылается здесь все отошел с Богом вот это здорово спасибо Христос да аллилуйя вот это да бедный Максим так все отошел можно его точно так как же мне тут закрыть еще до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...